Сегодня мы поговорим про... чуть-чуть поговорим про архитектуру операционной системы Android, но больше мы будем говорить про то, как наше приложение общается с операционной системой. Для чего это все нужно нам знать, но для того... сейчас даже здесь будет написано, потому что это может помочь нам при поиске различных проблем в нашем приложении, потому что по моему опыту очень большая часть времени, которое вы проводите на работе, она направлена на поиск и устроение различных багов, то есть иногда при некоторых там фичах это все может достигать порядка 50 процентов и поэтому общее понимание того, как устроена операционная система, как устроено взаимодействие с ней, где какие подводные камни могут быть, оно вот это вот время для вас, оно, естественно, сокращает. Более того, если вы понимаете, как что функционирует, вы можете сразу заложить правильную архитектуру, правильные какие-то решения выбрать, и это в итоге может вам очень сильно помочь, очень сильно сократить время, которое вы потом потратите, потому что при неправильных решениях вы в теории можете вообще никогда даже не зарелить свой продукт, потому что его придется переписывать с нуля. Кроме того, мы поговорим про различные тулы, которые помогают в разработке, которые помогают понять, а что же именно происходит в вашем приложении, то есть какие там есть, ну почему он ведет себя не так, как вы ожидали изначально. Да, еще немаловажное уточнение по формату нашей лекции. Меня можно в любой момент вообще перебивать, спорить со мной, спрашивать какие-то вопросы, желательно все-таки по теме андроида, но в целом, ну и желательно по теме нашей лекции, но в целом любые вопросы по андроиду, и это позволит мне как-то лучше понимать ваш уровень знаний и адаптивно подстраиваться, то есть рассказывать только те вещи, которые будут наиболее интересны и актуальны именно для вас. Так что вообще как бы не боитесь на счет этого. Более того, даже был забавный случай из моей практики, я как-то собеседовал человека по скайпу, но вот он не прошел, там было видно, что вот он, ну так, плавает очень сильно. Потом в конце я его спрашиваю, слушай, может у тебя какие-то вопросы ко мне есть? Он такой, ну да, знаешь, я вот понимаю, что я не прошел, но мы тут с командой посовещались, и раз уж я в однокласснике собеседуюсь, мы тут список вопросов к тебе составили, нам очень нужна, короче, помощь, вот. Так что как бы люди вот для того, чтобы что-то спросить, иногда даже на собеседование записываются, а тут нужно. Так что feel free to ask any questions. Я на самом деле не мог обойтись, сделать эту лекцию, не вставив вот такую жесткую табличку сюда, потому что любое изучение андроида, ну такое более глубокое, любой доклад про какие-то кишки андроида, про взаимодействие с ними, он всегда, там всегда есть эта картинка, ну или почти всегда. Еще немного по формату, я считаю, что у андроида есть очень классная документация, поэтому все то, о чем я буду рассказывать, оно, разумеется, есть на сайте, я очень рекомендую всем брать и читать либо документацию, либо у меня будут ссылки на выступления различных людей на конференциях, иногда просто на статьи на медиуме, где тоже это все очень хорошо описано. Чтобы там сэкономить ваше время, я иногда буду пытаться рассказать это все так максимально упрощенно, быстро своими словами, либо буду говорить какие-то такие важные вещи, которые за вот этой вот массой текста, которая скрывается, да, за этими ссылками, которые очень легко пропустить, и потом бывает очень больно, и ты думаешь, блин, вот что он про это не сказал, вот я столько времени убил вообще, потом начинаешь, только в правильном гневе открываешь там ссылку, начинаешь читать и видишь, что ага, там есть вот это предложение, но как бы когда ты читаешь такой большой объем текста, пропустить что-то очень просто. Итак, из чего же состоит Android? Первый, самый верхний слой – это то, с чем вы всегда взаимодействуете, то есть когда вы как пользователь взаимодействуете, то есть это различные приложения для обмена сообщениями, звонилки, все вот эти социальные сети, все-все-все, все, что вы видите, это все, ну, и пользовательские приложения, и системные приложения, это все находится, это все самые вершины, ну, это только вершина айсберга, которая видна непосредственно пользователю. Под ней находится специальный API-фреймворк, который был написан инженерами Гугла для того, чтобы обеспечить какими-то, ну, обеспечить базовую функциональность для этих приложений. То есть была написана там вью-система специальная, про которую, наверное, вам уже рассказывали, да, там были лекции, по-моему, по вьюхам. Различные менеджеры, которые отвечают за взаимодействие с activity, которые вы создаете, за сохранение тасков, которые состоят из activity, за взаимодействие с локацией пользователя и так далее. То есть там очень много разных системных сервисов, которые отвечают за разные куски, с которыми, ну, за разные компоненты, которые могут понадобиться приложению. Про это мы поговорим чуть дальше. Кроме того, когда мы спускаемся еще на уровень ниже, в операционной системе начинают лежать всякие, ну, то есть в операционной системе, как бы это правильно сформулировать, есть определенный набор нативных библиотек, которые отвечают за взаимодействие со специальными железными компонентами, там, за декодинг видео, за рендеринг графики, ну, и так далее. Кроме того, я... Ладно, на самом деле, давайте мы это все пропустим, потому что это все не так интересно. И это тоже. Нет, пожалуй, здесь главное помнить, что вся вот эта вот штука, которую я рассказываю, она построена поверх обычного ядра Линукса. Ну, не совсем обычного, немного пропатченного Гуглом. И взаимодействие между разными приложениями, в конце концов, происходит именно через это ядро, и это накладывает на нас местами достаточно жесткие ограничения. Итак, собственно, вот то, ради чего вся предыдущая картинка и была. Важно помнить, что когда мы говорим про разработку под Android, мы понимаем, что у нас есть наше приложение, которое работает в каком-то изолированном процессе, и оно общается с другими приложениями только через ядро Линукса. Ух ты, блин, а когда нам большой экран я все это растянул, получилось, конечно, не очень круто. Даже не знаю, что с ним делать. Короче, давайте поговорим про основные... Ну, когда мы говорим про операционную систему, нужно понимать, что разработчики Android дали нам какие-то основные компоненты для того, чтобы с этой операционной системой взаимодействовать. И не только с операционной системой, но и с пользователем, и с другими приложениями. Выделяются четыре основных Android-компонента. Это Activity, Service, Broadcast Receiver и Content Provider. Ну, на данной диаграмме еще отдельно выделен интент, но это скорее как такой небольшой транспорт, который связывающий звено, которое позволяет общаться между разными компонентами. Дальше будет понятно, наверное. Давайте, на самом деле, думаю, что лучше будет, если мы перейдем к практике. Давайте так. Вот здесь перечислены четыре компонента. Activity, Service, Broadcast Receiver, Content Provider. Что из этого вы знаете? Вот Activity. Поднимите руки, кто слышит термин Activity. Но вы должны слышать, потому что это уже не первая лекция, да? А про сервисы. А кто мне сможет объяснить, зачем сервисы нужны? Ну вот… А? Фоновые задачи. Фоновые. А какие задачи могут быть фоновыми? Ну, то есть, смотри. К примеру, в каком потоке сервисы по умолчанию работают, знаешь? Да, окей. И если мы начнем в этом потоке делать какие-то задачи, да, то, соответственно, это подвесит наш весь UI и так далее, правильно? Поэтому для того, чтобы делать какие-то задачи, особенно в фоне, нам нужен отдельный поток, правильно? Соответственно, если мы создаем отдельный поток, зачем нам сервис? Ну, то есть, что мешает нам просто вот в Activity запустить какой-то поток, который будет делать какую-то задачу? Она же тоже будет в некотором смысле в фоне, правильно? Потому что она не мешает тебе взаимодействовать с Activity. И если ты потом возьмешь и, допустим, выйдешь из Activity, да, у тебя эта задача продолжит работать. Я прав? Или нет? Нет, на самом деле это нормально. То есть, мы с вами просто общаемся, потому что нафиг эту теорию будем говорить конкретно на примере на пальцах. Более того, то, что я сейчас говорю, очень часто спрашиваются и на собеседованиях. И это играет большую роль при проектировании системы, опять же. Так вот, я прав насчет того, что нам, в принципе, для того, чтобы делать работу в фоне, не нужен сервис? Или нужен? Безопасность? Да давайте проверим, на самом деле, что я вот… Я же могу наврать, да? Мало ли, что может быть. Можно зазвучиться тогда, если выбирать что-нибудь. А, точно. Давайте тогда как-нибудь вот так вот. Как тут? Да, давай, что-то мы не подумали насчет этого. Да, еще. Я читал комментарии под видео на YouTube, первой лекции. И там очень часто было… Ну, точнее, это как? Там был коммент, причем даже заплюсованный, о том, что вот какие-то окошки внезапно появляются. А, короче, автор не поясняет, откуда это вообще, что взялось. Идея такая, что когда ты каждый день работаешь с IDE, ну, в данном случае Android Studio, то для тебя какие-то вещи, они начинают на подсознательном уровне уже происходить. Ты даже не задумываешься, что это нужно комментировать. Но на самом деле это не так. И Android Studio, она позволяет делать очень много крутых вещей, очень сильно упростить вам жизнь и автоматизировать некоторые процессы. Так вот, к примеру, что я сейчас сделал, ну, на всякий случай. Вау, поздравляю. Так. В данном случае я нажал хот-кей, который называется Command-Shift-A. И это глобальный поиск по всем фичам в Android Studio. То есть, к примеру, вот мне нужно было увеличить шрифт. А-а, ну, тогда это даже бинго. Вообще, по-моему, Command-Plus, да? Ну, вот в данном случае у меня не получилось. Ну, и вот, видимо, у меня, может быть, не настроен хот-кей, но вот Command-Plus. Нет. В данном случае я вот говорю именно про Command-Shift-A, что, допустим, вот мне нужно увеличить размер шрифтов. Я не знаю, где его искать. Ну, как бы, можно прям, условно говоря, погуглить, да, внутри IDE. Ну, соответственно, я ищу здесь increase font-size. Как вам, нормально или еще? Еще. Еще? Ну, давайте вот так. Окей. Ой-ой-ой, мне так везде придется делать, интересно. Блин, это плохо. А нельзя там, где мышка просто разлилась? А у меня зачем это будет? Ну, я попробую, конечно. Нет. Давай, может быть, посмотрим тогда настройки. Ой. Нет. Наверное, это было не то. Тут сказано not recommended. Видимо, нужно слушать. Да? Так, посмотрим. Так, наверное, не сюда. Да, давай. Project. Страча. Приверкнесс. Эдитаж. Хоже. Да. Ну, давай попробуем. 20. О, как-то кажется, я ему не сильно это помогу. Да нет, смотри. Просто он не перерисовывает их. Ну, вот давай попробуем куда-нибудь сюда. Да, видишь? Просто он не апдейтит вкладки. Если я ее переоткрыл, то все стало окей. Ну, что, нормально? Давайте еще повыше. Сейчас. Референс. Опа. Не, блин, ну так уже перевор. Ща. Все будет. Так, давайте 24. Ладно, сойдет. Давайте просто здесь вместо TextView сделаем какой-нибудь button. Вот так. Назовем его StartWork. И присвоим ED-шник button, да? Теперь мы что сделаем? Сделаем button. Да, правильно. А дальше? Да. И запустим какую-нибудь работу. Да, тут view должна быть. Да. Поставим language level с поддержкой LAMP. И... Создадим thread. Да, на всякий случай. Да, сейчас, секунду. Эта лекция, она про взаимодействие с перспешной системой, про всякие там подводные камни, да? Она не про код стайл. Поэтому вот в прямую копировать то, что я делаю, в плане вот такого вот, я очень не рекомендую. Итак, да. Создали thread. Дальше что? Ранабл? Обязательно ли передавать ранабл в thread? Ну, можно и передать ранабл, конечно, но можно и так сделать. В принципе, одно и то же. И давайте симулируем какую-нибудь работу. Давайте просто вводить в log какое-нибудь число. Вот у нас будет здесь int a и какой-нибудь tag. Да. Так. Вот сейчас что я сделал? Я нажал command c и выделил. Вам кто-нибудь рассказывал, как IDE пользоваться? Вы сами вообще учились? Мы искали что-нибудь? Ну вот. У Intel GD есть обучалка хорошая. Да. Ну, то есть в смысле, что вы ее проходили как-то индивидуально, ему кто-то рассказывал? Нет. Рассказывать-то можно. Да. Окей. Я думаю, тебе стоит… Есть же специальная группа или чатик, да? Скинь туда ссылку на обучалку. Да. Да, да, да. Я просто типа… Вот. Давайте еще добавить… Даже, кстати, не так. Просто типа… Do work. Вот. И давай какой-нибудь thread slip. Вот. Как-то так. Потому что он говорит, что, по его мнению, эта штука никогда не закончится. Ну, и это правда так. Вот. Я говорил, не надо копировать это все. Не повторять это у себя дома. На самом деле шучу, потому что такие вещи обязательно нужно делать, когда вы читаете какую-то документацию, и вам там что-то пишут, надо всегда это проверять. Потому что, во-первых, это вам самим позволяет лучше понять, что происходит. А во-вторых, очень часто бывает… Так, а, я типа на весь экран сделал, да? Очень часто бывает так, что вам… Ну, немного прибирают. И в реальности все не так. Или не совсем так. Вот. Я могу привести конкретные примеры даже этого. К примеру… Ну, мы дальше чуть-чуть про это будем говорить. Ну, в общем, Android… Мы сейчас, ну, говорим в том числе и про фоновую работу. Так вот, Android, начнем с Google. Каждый год, последние несколько лет, закручивает гайки. Он отнимает у разработчиков различные опции что-то делать в фоне и пытается это по максимуму ограничить. Но при этом они же должны как-то это компенсировать и давать все-таки возможность разработчикам сделать те вещи, которые они хотят. Потому что они не просто так что-то в фоне там делают, да? И вот бывает так, что Google вот анонсирует свой там классный сервис, там, Job Scheduler. Кто-нибудь слышал про такое? Вообще? Окей. А что ты слышал? Я не слышал. А, ты просто руку поднял? Нет, я помахал. А. Да. Окей. В общем, вот они взяли, анонсировали очень такой классный API, по их мнению. А, ну, его никто не использует, потому что нафиг надо. Как бы сервисы есть, все работает. А потом через какой-то момент, ну, через пару лет Google, короче, ну, отрубил часть функционала сервисом. И когда все стали переходить на Job Scheduler, оказалось, что на самом деле там есть критические баги, и они уже там пару лет, из-за которых этой штукой просто нельзя пользоваться. Вот. Но в итоге Google сам мучительно их потом как-то обходил, потому что как бы есть там андроиды, пятые, шестые, лолипоп, маршмеллоу, которые уже раскатаны, они у сотен миллионов пользователей. Ты не можешь просто так подойти к человеку и взять обновить что-то, ну, чтобы оно просто, то есть операционную систему, и в итоге для того, чтобы новые приложения начинали грамотно работать на всех версиях, Google самому пришлось очень сильно напрячься, скажем так. Ну, так вот, давайте вернемся к нашим баранам. Напоминаю, мы говорили тут про работу. Ну, вот давайте запустим ее. Так, что там у нас? Ред пошел. А, я здесь инкремент забыл поставить. Давайте перезапустим. Ну, вот видно, что какая-то работа пошла. Ну, вот мы свернули приложение. Работа идет. Сервис был? Давайте так сделаем. Смотрите, я нажал кнопку back даже. Activity удалилась, все. Работа идет? Идет. Если закрыть, а вы думаете, что если я вот открою вкладку recent, вот здесь вот, да? Листану. А вы думаете, у вас сервис спасет в этой ситуации? Типа, это такая индульгенция, чтобы пользователь тебя точно не убил? Нет. Он закончился? Ну, да. Ну, как бы я, да, смахнул штуком, Android прибил таск вместе с процессом. Но, как бы, есть идеи, зачем сервису нужны? Он, наверное, поддерживает такую, то есть, когда фоновый режим, ну, то есть, не в приложение, а когда вышли на главный экран, он тогда сохраняет там состояние потока, и когда возвращаемся в приложение, он продолжает. Не-не, смотри, я, короче, запустил работу, смотри, нажал Back, я удалил Activity, закрыл ее. Кстати, вы знаете, в чем разница между Back и Home вообще? Когда у тебя есть Activity, нажаешь Back и Home, в чем разница? Все, на Home возвращается. На Home, это Stop, не стоит. Ага. Что? Да, конечно, но идея такая, Stop и Destroy, а в чем разница между Stop и Destroy? Ну, не встроили. Ну, в методах разницы, вьюхо уничтожается, в помощи устроили. Ага. Ну, вот смотри, если я, к примеру, кстати, смотрите, да, работа идет, сервиса нет. Вот. Короче, вопрос, зачем нужны сервисы, пока открыт, да, видимо? Не разобрались с этим. Дальше. Ну, это эмулятор, то есть я не уверен, что тут прям лог, скорее всего, он просто так, типа, дисплей отрубает, но, пожалуйста, никаких проблем. Может, если мы хотим, чтобы нам удушить, задать нам время, выполнение, ну, если мы делаем приложение удушить, мы задаем время, выполнение заданий, и чтобы там приложение самоочитывало, когда нам можно начать его выполнять. Ага. У нас тогда время пришло. Это то, о чем ты говоришь. Это как раз один из системных сервисов, про который я упоминал, когда показывал эту страшную диаграмму стучи квадратиков. Это Alarm Manager. Alarm Manager – это как раз специальный системный сервис. Ну, то есть, на самом деле, этот класс – это не сервис, здесь видно. Когда мы до сервисов дойдем, я расскажу, как это, ну, постараюсь, по крайней мере, сказать, как это все работает. Но вот эта обертка, которая стучится в специальный системный сервис, который живет в отдельном процессе, в некотором смысле здесь получается такая клиент-серверная логика. То есть, ваше приложение, оно по специальному протоколу отправляет запрос, вот здесь под капотом это все происходит, в системный сервис говорит, слушай, я тут ту духу пишу, да, я сделал задачу, там, которая должна, ну, пользователь создал задачу, которая должна выполниться, там, в 6 вечера. Пожалуйста, там, пошли мне в 6 вечера события, чтобы я ее как-то обработал. Вот, это Alarm Manager, и это ничего общего не имеет с сервисами. Есть еще раз. Да. Может, сервис нужен, ну, по сути, просто оптимизированная какая-то готовое решение для экономики, там, трафика, батареи и так далее. Трафика? А каким образом сервис может трафик экономить? Ну, скорее от батарей. А... Было какое-то время, там, по желанию операционной системы все потоки приглушить, а потом вернуть в работу. А, приглушить все потоки, а потом вернуть в работу? Смотри, окей. Попадание есть. То есть, действительно, если у тебя есть сервис, и операционная система тебя приглушила, то потом тебе не гарантирует, что тебя... Ну, то есть, возвращать что-то там в работу, это все полностью твоя обязанность, как разработчика. Но, да, в какой-то момент тебя могут перезапустить. Но это было на, скажем так, старых версиях андроида до восьмой. Вот. Потом там все уже не так радужно, в общем. Да, и основное предназначение все-таки не это. А если мы хотим музыку играть, то это тоже классы есть специальные? Во, уже ближе. Давай так, для музыки сервисы нужны. Но играть музыку, да, давай так, мух от котлета делим. Короче, играть музыку, для этого есть специальные классы. Они называются медиатрек, по-моему, где он? Ну, как минимум есть медиаплеер. Ну, да, там аудиотрек называется. Это более низкоуровневый класс для проигрывания музыки. Ну, на аудиотрек. Но в целом, да, есть медиаплеер. Кстати, не рекомендую им пользоваться. Одно из примеров того, как можно сделать очень фиговый API и всем рассказывать, что он хороший. Вот. Ну, я могу даже, наверное, продемонстрировать. Мы немного ушли от темы, но я все помню, мы обязательно к Activity вернемся и ко всему остальному. Здесь вот очень много есть разных методов для проигрывания музыки. Ну, и для всего остального. И забавно, что вы, если вы посмотрите, вот, ну, там, блин, я даже не могу не показать просто. Я к чему все это? К тому, что разработка под Android, это не всегда, ну, то есть, короче, прикольно и весело, иногда это просто тонна боли. Вот. Потому что... Сейчас. Android. Медиаплеер. Ну, я как бы считаю, что если, как бы, тебе нужно проиграть музыку, ну, вот что у тебя нужно, там, play, pause, да, ну, там, какие-то простые вещи, да, учить вот такую диаграмму состояний просто для того, чтобы проиграть музыку, это, ну, как бы, не всегда хороший выбор, мягко говоря. А во-вторых, если посмотреть на... Это, я так уже немного про урок архитектуры, да, зашел. Это пример того, как не надо делать. Вот. Смотрите, если мы посмотрим на разные методы, которые, ну, нужно использовать в медиаплеере, да, для того, чтобы играть музыку, то видно, что все из них бросают illegal state exception. То есть, что, блин, ты его дернул, когда наша стоит машина музыкально находилась не в том месте, не в том состоянии. И даже эти методы, которые не написаны, что бросают illegal state exception, они что-то похожее все равно бросают. И в итоге получается история, что если ты хочешь сделать простейший музыкальный плеер, ты вынужден брать и вот всю вот эту диаграмму состояний писать второй раз, чтобы убедиться, что твой плеер не возьмет и случайно... Ну, ты же не можешь пользователю объяснить, что, слушай, пользователь, у меня, короче, плеер, вот сейчас не в этом стейте, не нажимай, пожалуйста, там, ничего. Вот. Чтобы эта штука работала и не падала. В общем, не рекомендую. Так вот. Пока я все это говорил, вы могли заметить, что здесь не было ни одного упоминания слова сервис. То есть для того, чтобы играть музыку в андроиде, сервис не нужен. Правильный способ, по моему мнению, играть музыку, это использовать экзоплеер. Это специальная библиотека от Google, которая написана правильно. Вот. Так вот. Короче, что мы знаем уже про сервисы? Что их операционная система когда-то может перезапускать в какой-то момент, если она решила тебя убить. И то, что они могут помочь нам при проигрывании музыки как-то. Непонятно как. Хорошо. Давайте вернемся, на самом деле, к презентации, потому что мы немного отошли темы. Сервисы, понятно. А broadcast-ресиверы кто-нибудь пользовался? Вообще нет. А слышали? Огонь. А я боялся, что нечего рассказывать будет. А контент-провайдеры? Да? Расскажи что-нибудь, что знаешь. Ну, чтобы приложения друг между другом общались, представляли данные. Ну, это обертка над базой данных. Угу. У нее API такой, как будто будет обертка над базой данных, но на самом деле это не так. Там есть файл-провайдер, к примеру, который просто обертка над файловой системой условно, и ничего общего с базой не имеет. На самом деле, достаточно забавно, но вот все эти штуки позволяют приложению общаться между собой. То есть контент-провайдер, наверное, чисто для общения, меньше всех остальных приспособлен. Но да, он нужен для того, чтобы приложение могло предоставлять какие-то данные. Это правда. Но не обязательно, что там внутри должна быть база. Окей. А теперь давайте попробуем поговорить вот о чем. А? А, да, хорошо. Сейчас мы пойдем по порядку. Начнем с простого, с Activity, и будем постепенно углубляться-углубляться, поговорим про сервисы, контент-провайдеры, бродкаст-ресиверы и так далее. Именно вот с точки зрения того, как это работает на стыке нашего приложения и операционной системы. Кто-нибудь слышал про класс Application? Да? А что знаешь? А без Application можно их создавать? Ну, возможно, я просто просто не определяю Application. Ну, вот, к примеру, смотри, если тебе хочется… Ты паттерн Singleton, знаешь? Ну, да, раз ты упоминаешь. В смысле, что это отдельный паттерн, да, это ничего общего не имеет там с Java и со всем остальным. Паттерн проектирования. Вот смотри, если ты хочешь сделать Singleton, к примеру, какой-то Storage. У вас же была лекция уже по хранилищам, да? Там, вот, к примеру, какое-то хранилище свое. Тебе нужен класс Application? Ты можешь без Application его сделать? Или у тебя, к примеру, Storage есть для похода в сеть? Ну, я при помощи Application делаю. Ага. Вот, правильно. Application не нужен. Да. Другой вопрос, что зачастую тебе в твоем, там, Storage нужен какой-нибудь контекст, и где ты его возьмешь. Вот. Да, все верно. Давайте так. Вот у нас приложение, когда пользователь нажимает на кнопочку, да, и запускает наше приложение. Вот, как вы думаете, какой код самый первый начинает исполняться? Где? Как можно сделать его? Ну, то есть, куда первым приходит поток управления? Это вот будет Activity onCreate или что? Как вот можно, в каком порядке наше приложение вообще стартует? Кто-нибудь знает? А какие методы самые первые запускаются в Application? Давай посмотрим. Создадим класс. OnCreate? Ну, или он оттач. Он оттач? Нет, он в Create тоже есть. Я не регулирую. Я не игрался. Да. Для этого мы здесь собрались. Посмотрим, как раз, как все это будет работать. Потому что, на самом деле, какие свойства вообще класса Application ты знаешь? Ну, то есть, в смысле, чем он от Activity отличается, допустим? То есть, это сингл-по. Его можно в любой точке дергать и через него, типа, обращаться в любви сингл-по. Ага. А как ты его будешь дергать? Прописать там в этом манифесте. Ага. И там… Не, в смысле, смотри. К примеру, у тебя есть какой-нибудь класс, да? Давай, где там манифест? Да. Что значит «супер-класс»? Он запускает все Activity. Нет. На самом деле, это забавно, потому что все Activity запускают вообще другой процесс твой. У тебя в приложении есть специальный класс, который называется Activity Thread. Причем это забавно, потому что, если ты его поищешь вот так вот, ты его не найдешь, потому что его нет в сердцах. Но если у тебя вдруг что-то будет впадать в приложении, как бы в Stack Trace ты его уже увидишь. Source. Вот смотри. На самом деле, вот эта вот штука, которая реально запускает все твои Activity, это такой маленький класс из Android Open Source Project, да? А, точно маленький? Да. Ну, ты прикинь, всего 6700 строк. В Android, да? Да, вообще, ты что, ты View класс видел? Там, по-моему, вообще 10 тысяч. Это еще так. Нет, нет, но View это 12 тысяч строк. А, ну вот уже 12, видишь? Я давно не заглядывал, значит. Так, да, ну где-то можно здесь найти даже Start Activity, по-моему. Вон, Start Activity, смотри. Start Activity Now. Вот, пожалуйста, пошло. Perform Launch Activity. Ну, короче, если захотеть, здесь можно найти, как он прям берет и создает твои Activity. Причем создает он ее по команде, которая приходит от специального системного сервиса. Activity Manager – это специальное приложение, можно так назвать, которое живет в отдельном процессе, и вот через там специальную систему команд, про которую мы поговорим, если, может быть, дойдем до нее, да, она вот запускает разные ваши компоненты. Так вот, мы выяснили, что это не Application запускает. Так вот, когда вы скажете, что это Single Tone, это верно, да, с той точки зрения, что этот класс, он один на весь процесс. И это нам поможет. В дальнейшем понять, что же происходит. Давайте напишем App on Create. Окей. Можно ли написать где-то код, который еще раньше отработает, чем эта штука? Как вы думаете? Ну, то есть, давайте сейчас запустим, да, вот это вот мы, наверное, удалим. Нам это сейчас не очень нужно. Или нужно будет? Ладно. Про сервисы мы найдем. На самом деле, вы можете в процессе того, пока мы вот все это обсуждаем, тоже подумать, какие есть там варианты. Итак, давайте запустим, посмотрим, что на влог выведется. О, кстати. Там, вы могли заметить, нет, что там 264 было последнее число в влогах, да? Ну, то есть, если оно там примерно раз в секунду писалось, то это значит, что это сколько там, 4 минуты с лишним, да? Мне кажется, что я эту штуку запустил больше, чем 4 минуты назад. Это такая небольшая подсказка вам. Поняли, да, о чем, что произошло, о чем я говорю сейчас? Кого отключил? Нет. Вот это очень важно, и это то, одна из основных целей нашей лекции. Потому что я вот сколько не, ну, то есть, и собеседовал, просто разговаривал с разными Android-разработчиками, очень часто происходит путаница между потоками, переменными процессами и так далее. То есть, есть много людей, которые могут даже достаточно, там, долго быть в индустрии, которые могут считать, что вот операционная система залезла, потерла у них там какие-то поля там, короче, что нельзя Android доверять, он всегда может заесть, что-то потереть где-нибудь. Типа я оставил, а потом прихожу, нет, ну, значит, Android что-то там потер. Вот, и мы будем разбираться, как же на самом деле, зараза, все работает, и как же сделать, ну, так, чтобы вы всегда понимали, что все ваши данные будут на месте. Мне кажется, одно приложение не сможет. Система как-то повредить. Да? Ну, наверное, если, конечно, нет. Смотри, что такое повредить систему? Ладно, сори, это тоже автопик, я это приложение скомпилировал, нет? Сейчас давайте я его запущу. Вся система состоит из системных сервисов разных. И эти системные сервисы, они общие, к ним как бы прилетают через специальный механизм межпроцессного взаимодействия, IPC, так называемые, команды, и они их выполняют. Соответственно, здесь происходит вся та же логика, что и при, там, этом, серверном разработке. Ну, условно говоря, вы пишете сервер, да, который один и обслуживает, там, много клиентов. Один клиент может сервер, ну, сломать сервер для всех остальных? Конечно, он может его задосить, какие-то неправильные команды ему, там, передать еще что-нибудь. Вот. Понятно, что Android, там, очень хорошо протестирован, там, очень хорошо с безопасностью и так далее, но подвесить приложение, одному приложению вообще легко. К примеру, вы вот, кто-нибудь пробовал показывать оповещение, вы знаете, которое в шторке попадает сверху? Никто? Знаете, как это делать? Короче, история такая, что за это точно так же отвечает специальный системный сервис, который называется Notification Manager. Ты можешь спокойно, ну, как происходит показ оповещения? Ты формируешь его контент, да, там, текст, картинку, передаешь в этот системный сервис, он за тебя его показывает. То есть рендеринг вот этих вот оповещений, которые у вас в шторке сверху выпадают, да, это не, ну, выполняется не вашим приложением, а другим процессом системным. Соответственно, вы можете попробовать взять в цикле просто, вот зафигачить туда, как бы, насколько ЦПУ хватает команд на показ оповещений, посмотреть, что с этой шторкой станет, с вашей системой. А что вообще отвечает, вот, если мы находимся, в одном из приложений не находимся, что вообще отвечает за лукатолог? Это тоже приложение, лончик. Такое же, как все остальные. Можно даже поискать. Давайте так, Android Source Launcher, как-нибудь так. О, я, кстати, не уверен, тот это лончер или не тот. То есть главная экрана, она тоже? Да. И звонилка, шторка оповещений, по-моему, вот эти вот тосты, которые вы здесь видите, это тоже, короче, отдельное приложение. Если я ничего не путаю. Все отдельное приложение. И я, ну, то есть, если возвращаясь к нашей схемке, да, это все вот там вот сверху лежит. Ну, разве что тут вот они почему... Ну, то есть, тут эти менеджеры перенесены чуть ниже. Вот здесь вот видно, что вот notification менеджер, он как бы отдельной стороной стоит. Но, по сути, это такой же процесс. На самом деле, я бы не сказал, что он сильно отличается от каких-нибудь приложений, кроме того, что у него может быть там побольше прав, и он стартует пораньше. Вот. Но в целом, такое же приложение, пожалуйста. Так что захочешь, хочешь, можешь брать, подвесить его. Вот. Сделать всем плохо. Итак. Где там тег? My app. Вот, да. Короче, приложенька запустилась. И мы вместе с вами видим, что действительно у нас app on create отработал. Отработал activity on create. Можно что-то еще вызвать еще раньше? Почему это тут? Какие-то еще, может быть, есть способы, методы? Нет? Окей. На самом деле, порядок инициализации там такой, что сначала у вас создается сам класс, поэтому можно даже попробовать написать вот так вот. если говорить про сами методы, то перед on create взывается такой метод, как от touchbase context. Да, что я делаю? Я нажимаю command o, если что. Ctrl o, если что. Это сочетание клавиш, которое показывает, какие методы доступны для того, чтобы их можно было переопределить. У суперкласса — это application, у его суперкласса — context wrapper, ну и так далее. Все приватные методы здесь не показываются, очевидно, потому что переопределить их не могу. Вот. Вот этот метод от touchbase context, он очень важен, но это, наверное, за рамками данной лекции. Идея такая, что различные вещи, которые влияют целиком на все приложение, к примеру, я просто произнесу несколько страшных слов, которые, может быть, потом, если кто-то будет пересматривать, может понадобиться, к примеру, работа с локализацией, если вы хотите ее поменять у всего приложения, или работа с мультидексом на андроидах до пятого. Кстати, вам про мультидекс рассказывали что-нибудь? А слышали такую знаменитую цитату Билла Гейтса о том, что 40 килобайт, по-моему, хватит всем? Слышали? 640, да? Вот, да. А разработчики андроида, короче, решили, что 65 тысяч методов хватит всем. Вот. Как же они ошибались? То есть, вот этот оттач, он работает точно так же, ну, примерно так же, как вот в Activity, во Фрагменте, да? Нет, это вообще другая штука. Это, нет, здесь это отдельная история. Это то место, когда тебе в приложении инжектится уже готовый проинициализированный контекст со всеми ресурсами и так далее. но... А что в этом случае контекст не считает? Где? В контекст. Вот это вот как раз тот самый базовый контекст, который тебе проставляется. Ну, то есть, условно говоря, если я ничего не путаю, то вот до этого момента ты даже не можешь нормально работать с ресурсами и со всем остальным. Потому что, ну, то есть, если ты посмотришь там любой метод, к примеру, в аппликейшене, давай посмотрим какой-нибудь get ресурс, что он делает. Он берет base контекст, смотри. Ну, то есть, это паттерн, который называется делегат, по-моему. У вас паттерны проектирования были? Ну, короче, ладно, давайте так, а книга Gang of 4, там, банда четырех. Нет? Вообще, на самом деле, всякие такие вещи говорю, стоит их записывать, потому что, ну, как бы, возможно, это кому-то будет интересно. Я, к примеру, с удовольствием эту книгу в свое время почитал. Прикольная, достаточно вещь. Во, вообще, паттерн делегат. Это значит, что у вас есть класс, и который все вызовы, которые он в себя принимает, он на самом деле их передает другой реализации. И вот здесь вот мы видим, что на самом деле, вот хоть у тебя есть аппликейшн, который типа контекст, да, с которым ты можешь что-то делать, на самом деле, ты когда вызываешь у него какой-то метод, get resources, то на самом деле у тебя не сам аппликейшн тебе это все отдает, да, а он это все делегирует тому контексту, который ему вот здесь вот проставляется. Вот. Возвращаясь к тому, что всем хватит 60... Сколько там? Да, 65 тысяч методов. Да, то, что... Как Android считал. В итоге, как бы, изначально вся их, как бы, система, виртуальная машина Dolby, BigStyle, вот это вот все, оно было заточено под это число. Ну, потому что, блин, реально там, когда, сколько Android, 10 лет уже, то есть понятно, что в то время все думали, ну, вот, там, телефоны маленькие, там, все боролись за каждый, там, не знаю, килобайт оперативной, ну, там, мегабайт оперативной памяти и так далее. И казалось, что гигантских приложений никогда не будет. А в итоге Android встрял в этот лимит и для того, это, вот как я в самом начале рассказывал про Job Sheduler, когда вот Android, ну, Google, что-то зарелизил, потом потому что не работает. И им нужно было срочно брать это и фиксить, как-то обходить собственные баги на всех версиях, которых они раскатали. И здесь так же. Они поняли, что, блин, уже есть приложения, которые очень большие, но при этом есть, там, миллионы устройств, которые еще на старых, ну, то есть, да, они добавили поддержку больших приложений, но сделали это в Android 5, Lollipop. А даже до сих пор, если вы посмотрите, то там минимальный API, ну, то есть минимальная поддерживаемая версия у большинства приложений, у того же Telegram, допустим, и так далее, у нас это 16-е, то есть это Android 4.1, по-моему, и выше. И на этих версиях нет поддержки со стороны Android приложений, у которых больше 65 тысяч методов. И поэтому, вот, к примеру, в Attach Base Context Google была написана специальная библиотека, которая подключается вот сюда и делает грязную магию с вашими, там, Dex файлами, чтобы обойти собственные ограничения. Вот. Такая небольшая эксцентрическая экскурс. И, соответственно, если вы будете сейчас, да, делать тоже приложение, то вам придется знать, что вот есть такая штука как Multidex. На самом деле, за этот лимит 65 тысяч методов вывалится вообще очень просто. Вы берете, подключаете какой-нибудь, я хотел сказать, сапорную библиотеку, сейчас это уже AndroidX, парочку библиотек подключили, подключили Play-сервисы для, к примеру, для карт, для оплаты, еще для чего-то. И оп, у вас все эти библиотеки уже там спокойно за 65 тысяч методов переваливают, и вам приходится там начинать всякими трюками пользоваться. Но это, видимо, тоже за рамками данной лекции. Ладно, давайте посмотрим, как эта штука работает. О, реально, смотрите, то есть статический инициалитратор отработал даже раньше. Так вот, мы тут говорили про разницу между home и этим, и back-ом. Давайте мы сделаем такую хитрую вещь, мы возьмем нашу activity, да, и просто переопределим все методы. onStart. Сейчас попробуем провести тест, насколько хорошо. Что? А, я понял. Есть гипотеза, вот если я, ну, понятно, да, что я хочу сейчас взять и во всех методах написать вывод в локах названия. Как вы думаете, если я нажму кнопку home, давайте я вот от TouchBaseContext это вот все удалю, чтобы оно вас не смущало. Если я нажму кнопку home, что у меня будет выведено в локах? Точнее, не так, вот у меня приложение будет полностью убито, я его запущу через лаунчер, а потом нажму кнопку home, что я увижу в локах? А он дестройку доделся? Окей. Вообще никогда? Когда будет не хватать памяти? Ага. Кстати, я тут не совсем слежу за перерывами, за всякими такими вещами, так что, если что, говорите, еще не проблема. Когда будет не хватать памяти? Окей. А каким образом будет уничтожен? У него будет он дестрой вызван или не будет, или как? Может быть, выгодный. Окей. От чего это зависит? Как системе понравится. Что это значит? Не знаю. Ну, то есть, от чего... Теоретически может случиться ситуация, которая не справится. Да, все правильно. это вам на одной из прошлых лекций объясняли, да? Или нет? Ну, это хороший ответ. Само правильно. Так, давайте посмотрим. Да, действительно, у нас вызвались все эти методы. Еще я, видимо, где-то что-то не то написал. Перестроим, стоп, пауз, все, стоп, крит. Давайте я смесу, вот еще заново. Так. Да, и если я его снесу, действительно, все так, как ты говоришь. Смотри, а если теперь мы возьмем и нажмем back, то тогда, а, кстати, вот такая штука, как saved instant state, вы знаете, зачем она нужна? Да. Для чего? Ну, сохраняется состояние. Что значит сохраняется состояние? Ну, если данные, которые можно, типа, вернуть, ну, активить, если перевернуть в кран, активить старый ввел и новость создается. Если нужны данные, ну, если нужны данные, которые, типа, можно сохранить, переходные, они все в бандл записываются. но на самом деле, ну, вы знаете, что так можно не делать, да? Не записывать в бандл ничего? Мы можем через фрагменты. Не-не-не, смотри, фрагменты, там примерно та же история, речь немного про другое. Вы слышали про такую штуку в манифесте, которая называется configuration change? Да, можно если прописать эту штуку, то активисты стараются отмором. Что будет вечно жить? Ну, в смысле, активисты не будут убиваться. Ну, в смысле, ты back нажмешь, как бы, она будет убиваться. Так вот. Я имею в виду при изменении, типа, информации. А, при изменении, да. Так вот, получается, что safe не нужно или все-таки нужно? Или за что он отвечает вообще? С помощью него можно просто контекст. Восстановить контекст, что это значит? Но он на самом деле и сам возвращается. то есть, смотри, вот мы сейчас, где-то наш локад. Давайте добавим, вот, давайте сейчас, короче, возьмем наше приложение и добавим сюда вместо баттона, давайте даже просто под ним, добавим какую-нибудь штуку, куда можно текст писать. И будем смотреть, как это все может повлиять на... Если наше приложение убьет система, то потом, когда мы еще раз его откроем, там бандоны будут использовать, чтобы остановить. Если наше приложение убьет система. Да, все так. А он всегда там будет или нет? по какому условию как думаешь? Почти. Там ограничение в 30 минут. Считается, что за это время пользователь потерял контекст, связь с... Ой. Top to bottom of button. Да. Считается, что за это время пользователь потерял связь с... Ну, с контекстом, что он делал в приложении. Он уже забыл, что там происходило. И, соответственно, нет смысла ему восстанавливать контекст. А как, кстати, а как вообще определить? Вот то, та activity, которая у вас запущена, она появилась в результате того, что вы какое-то состояние восстанавливаете, да? Или вот оно просто только что с нуля запустилось, к примеру? Да, все правильно. Так, сейчас напишем контекст фреш. а вот такой еще вопрос. Если я сейчас возьму, да, и нажму кнопку back, а потом запущу activity заново, вот у меня application будет старый или новый, вот и вижу ли я в влогах строчку up and create. увижу. Что, думаешь, не увижу? Хотя если процесс работал от прошлого раз, то да. Кстати, мы еще говорили про то, что savings estate нужно для того, чтобы сохранять данные, да? Если операционная система убивает наше приложение. Сейчас мы посмотрим, как это работает на практике. Но давайте попробую нажать кнопку back, запуская приложение заново. Да, мы видим, что здесь создалась новая activity, у нее отработали on create, on start, on resume, но application on create не было вызвано. Это, кстати, то, почему работал в прошлый раз наш поток, который, помните, считал чиселки, который там четыре с лишним минуты отработал, пока мы с вами разговаривали. То есть в данном случае причина та же самая, почему и application on create не был вызван. Когда Android стартует наш процесс, он первым делом создает application класс, оттачит к нему контекст со всеми ресурсами, со всем, и после того, как application on create отработал, начинаются стартовать наши компоненты, как activity, сервисы, broadcast и так далее, то, о чем мы дальше поговорим. И время жизни этих компонентов, оно напрямую, оно на самом деле связано, но не слишком сильно с временем жизни процесса. Поэтому пока процесс живет, вы можете спокойно делать любую работу в фоне, писать данные на диск, ходить на сеть, делать что-либо. Это никак не связано с временем жизни, я утрирую, конечно, никак не связано ваших компонентов. Вот. Давайте теперь посмотрим следующую штуку. Вам уже рассказывали, как стать разработчиком? Вон ровите. Отлично. Ой-ой-ой. Ура. Теперь следующий вопрос. А вот про эту менюшку вам кто-нибудь рассказывал? Вот вообще тут, если ее полистать, тут много всего прикольного есть. Кто-нибудь что-нибудь слышал? Ну, то есть, вы, может, сами чем-то пользовались? Да. Чем? Ну, там отображение клииков, рисование свайпов, чтобы понимать на экране это для себя. Также можно подключать отображение разметки, чтобы было видно, где какие элементы. Вот это как раз оно, да. Можно выбирать анимацию для ускорения системы, можно смотреть, кто как использует время процессор, что-то такое. Ух ты, а вот это вот подробнее. Только я сам не знаю. Блин, да у меня были проблемы с батареей, я все пытался найти, кто ее убивает, я вот лазил и смотрел, кто больше всех потребляет. Вот где-то там я это нашел. А ты не пробовал, но это немного из другой оперы. если ты искал, у тебя были проблемы в потреблении, в энергопотреблении конкретного приложения или в целом телефона? В целом телефона. А, окей. Я в целом в какой-то момент начал очень быстро выбирать, я решил, что это кто-то. А ты, когда разбирался с этим, ты не гуглил батареей историю? Такую штуку. У нас так-то операционный, это, Android OS and Tools лекция называется, так что это даже по теме. Что там, Android батареи история. Так. Вот. Если в общем, это как раз та самая штука, которая может тебе показать просто детальнейше. Не знаю, насколько это все видно, какие именно компоненты, какие системные сервисы, какие модули в твоем, на твоем телефоне работали и как это влияло на зарядку. И вот это та штука, которая используется профессионалы, когда у тебя реально есть проблем с батарейкой, и ты хочешь прям детально получить, короче, информацию о том, что у тебя происходит. Вот. Ну, короче, если еще последователь сохраняется, попробуй. Вот. Не за что. Итак. Начнусь с саундтроложения можно? Саундтроложение можно такое, как тело, как тело. Ну, нет. Это отдельная приложенька, ты ее ставишь, здесь вот есть документация, как ей пользоваться. Но на самом деле это не очень сложно. Вот. И он тебе это, по-моему, в браузере все рендерит. Ну, вон, да, на локалхосте. Поднимается сервис, и ты все видишь. Для этого он, опять же, использует там системный сервис. Там есть ограничения, что он только с определенных версий. Ну, Android, короче, работает. В общем, посмотрите. Итак, сколько времени уже? Я вообще предлагаю перерыв сделать, наверное. Или сейчас? Мы когда говорили про... А, во, я вспомнил. Я не просто так добавил вот это текстовое поле. Давайте, кто-нибудь пользовался вот такой вот штукой, которая называется бэкграунд процесс лимит. Окей, ничего, я обычно использую. Ну, чтобы ограничить количество процессов, которые могут работать. Да, и чем это поможет? Не будет ничего, она не работает. Ну, точнее, будет сразу, сколько я захочу. Да. И зачем это нам сейчас? Да. Короче. Не, если мы нажмем бэк, ну, тоже, конечно, но это будет не так интересно. Давай попробуем взять. Смотри, что сделать. Мы сейчас возьмем, это все почистим. Напишем здесь какое-нибудь что-нибудь. Давайте напишем hello world. Да. И мы даже не будем бэк нажимать. Мы просто возьмем и свернем приложеньку. Вот. Даже мы, я не знаю, что мы сделаем, пробуем переходить по разным экранам. Android. Сейчас я проверю, что я точно все правильно поставил. Да нет, но бэк граунд просто. так. Называется презентационный эффект. забавно. В общем, история такая, что Android должен убить наш процесс, но он этого не делает. о, давайте так. Не, не, не. Смотри, видишь, у меня дебаггер по-прежнему подключен к процессу. Ну, точнее, не дебаггер, а вот к ад. как только Android убивает наш процесс, вот здесь у тебя будет такая в скобочках надпись дед, значит, что процесс мертв. То есть, если я сейчас перейду обратно в Activity, то получится не то, что я хочу. Мы увидим тот сценарий, который был раньше, что у нас будет та же самая Activity, она воссоздастся и как бы никаких проблем. вот. Я-то хочу именно, чтобы Android убил наше приложение. Давайте я пробую сделать вот так. Не уверен, что это будет то, что... Не, не. Я, во-первых, я не первый раз такой штукой пользуюсь, во-вторых, я специально все это делаю еще и перед лекцией, и у меня все получалось. Так что, не знаю, почему так. Но неважно. Важно то, что когда ты делаешь Terminate, на самом деле происходит все то же самое, смотрите. Я, короче, что сделал? Я взял, грохнул процесс. Так же, как его убивает операционная система Android. Ну, в фоне, да? При этом, когда я вернулся в него, у меня создался application, вот мы видим, да? Ну, потому что процесс пошел создаваться с нуля. Создалась Activity, но при этом почему-то создается такое ощущение, будто бы я никуда и не уходил. При этом, ну да, мы видим, что SaveInstantState не null вот здесь, но при этом, блин, ребята, мы же туда ничего не писали. Ну, то есть, мы никакое состояние сохраняли, ничего не трогали. Как так получилось? Хорошо. Как это работает? Все или сами сохраняются? А если ты собственную вьюху хочешь сделать, чтобы она сохранялась? Какие? Какие-то есть. Да, все верно. Таким образом, получается, что если ты переопределяешь определенный как бы по дефолту в EditText действительно переопределены эти методы и он берет и автоматически сохраняет состояние, ну, поля ввода и превос... То есть, от пользователя вообще не нужно никаких дополнительных действий. От разработчика программы никаких действий предпринимать не нужно. В итоге получается, что... Ну, то есть, такой забавный момент, да? Если бы мы взяли в приложении, к примеру, и решили сделать какой-то свой синглтон, какой-нибудь свой, не знаю, хитрый кэш. К примеру, вот у нас есть вопрос на засыпку. У нас есть две activity и мы хотим между ними передать картинку. Как это сделать? А что туда положишь? Битмап это картинка и она сериализуемая. Окей, а есть какие-то минусы у этого подхода? Минтента? Какое? На что ограничение? Размер. Угу. Нормально. Да, все верно. Какой тогда правильный подход? Кстати, почему ограничение? Хорошо, для этого сделано. Да, но не только. Там это ограничение идет гораздо глубже. История такая, что если мы посмотрим про структуру операционной системы, то вот здесь вот на слайде внизу, где у нас есть Linux Carvel и вот есть драйвера, вот внизу есть такая штука, которая называется Binder Driver, которая в скобочках IPC это Interprocess Communication это процессное взаимодействие. И вся все общение между компонентами в андроиде, в том числе интенты, все вот это вот, оно в конечном счете проходит вот через эту штуку. И глобально у нее лимит по-моему 10 мегабайт, но если мы говорим про интенты, то там ну и Save the State это вот все, там по-моему лимиты еще меньше вплоть до 1 мегабайта. И поэтому да, совершенно верно, просто так кидать картинку не вариант. Соответственно, какие еще варианты есть? А что ты будешь этим идишником потом делать? Можно в ресурсы засунуть? Да, есть это все ну как, в ресурсы ты ее не засунешь, если ты картинку там с интернетом скачал, допустим. Ну да, в базу данных или на какой-то дисковый кэш и передавать действительно айдишник. Но очень часто это правильные подходы. Есть люди, которые что делают? они такие говорят, блин, мы же классные программисты, мы же знаем, что есть статические поля, что-нибудь такое. Вот давай мы возьмем в аппликейшене, допустим, возьмем какую-нибудь картинку, статическое поле и будем туда запихивать картинку. и в итоге в одной активите мы эту картинку скачаем и потом во второй активите мы просто возьмем ну в первой активите мы скачали его, положили в статическое поле. Во второй активите мы из этого статического поля взяли и прочитали картинку. Ништяк же? То есть смотри, ты если будешь записывать картинку на диск, то у тебя какие проблемы с этим есть? ну или в базу, без разницы. Ну то есть ты можешь какие-то минусы этого подхода найти? Ну практически у тебя, во-первых, ограничение это ну ну как у тебя ограничение это размер там на диске. Но да, во-первых, тебе нужно туда записать, потом еще прочитать. Это время. Да? А вот смотри, вот с моим подходом, который я вот здесь указал, это мгновенно происходит. Ну то есть ты записываешь ссылку и считаешь вот так вот по щелчку пальцев. У тебя нет декодинга, энкодинга, вообще ничего. А как тогда это, типа, если мы будем в аппликейшн, типа, писать все, уже вырастет, я не знаю. Да ты можешь не в аппликейшн писать, смотри, мы можем сделать там, типа, давай я напишу так, my in memory database. Вот, класс. смотри. Да нет, почему? Ну смотри, я, короче, беру, ну то есть создаю здесь мапу. Стринга это айдишник на битмап, это картинка моя, да? и я набезаю это db, короче, и говорю, что это как-нибудь хешмап. Ну пофиг. Вот. Смотри, ничто мне не мешает взять в моем приложении сейчас, ну ладно, давайте я трет уберу, взять вот этот там my memory database, взять, положить сюда по ключу. битмапку 100 на 100. Вот. И там запустить какое-нибудь другое activity и прочитать ее оттуда. И все будет работать. Ну, короче, я могу дописать код, если вы не верите, но ну да, там покрасить его еще красным каким-нибудь. Сам контекст сделать синглтон, да? Нет, смотри. Да, тебе даже синглтон не нужно делать, ну потому что, смотри, ты создал класс, так? Сколько у тебя классов одинаковых в памяти может быть? Ну, разница между классом, объектом, это, курс по Java у вас уже был, вы меня не обманите. Класс один. Всегда или есть исключение? Еще у тебя один класс на класс loader, если у тебя класс loader много, то и классов может быть одинаковых много. Но это ладно, это за скобками. В общем, история такая, что да, класс один, смотри, поэтому мы класс загрузили, так? Статическое поле у тебя в этом классе есть, все. то есть, пожалуйста, пользуйся. В некотором смысле можно считать, что это типа не то, чтобы это было. У тебя синглтоны, по сути, классические, они также пишутся. У тебя берется статическое поле в классе, называется instance, в него запихивается класс, и потом, ну, вы видели, как паттерн синглтона на Java реализовывается, да? Ну, вот. Да, но знаешь, dependency injection, когда ты про него, ну, как бы, он тебе позволяет решить зависимость того, ну, проблему того, что тебе факторы руками не писать всякие и так далее. Но в реальности, вот ты, когда начинаешь его раскапывать, 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 то оказывается, что внутри там то же самое. То есть там либо какое-то статическое поле одно, в котором все лежит, либо там, как в случае с другими, там, не знаю, даггер у тебя, у тебя там есть синглтон скоуп, да, в котором у тебя все эти объекты, ну, то есть ты не видишь, что у тебя там какое-то статик поле, ничего, да, ты видишь, что у тебя там вот все так, ну, просто какой-то объект, который тебе гарантирует, что он будет один раз. Но в конце концов, тебе, чтобы эти объекты где-то получить, этот граф, достать, ты, ну, ты должен откуда-то взять и найти ссылку на свой там, ну, на то, где у тебя это дерево лежит. Она у тебя будет либо, ну, там, лежать в аппликейшене и ты, ну, и ты как бы все равно должен будешь как-то до аппликейшен добраться, чтобы это все взять. То есть, в конечном счете это все равно у тебя лежит либо в аппликейшене, либо в каком-то статическом поле. Но с точки зрения андроида это одно и то же, потому что тебе гарантируется, что у тебя аппликейшен будет один классный процесс и как бы со статическими полями все то же самое. Короче, эта штука будет работать и можно считать, что это у тебя, да, такой синглтончик. Вот. И это будет тебе гарантированно быстро передавать битмапу. То есть, у тебя не будет вот этого реверхеда на запись, на чтение. Это первая проблема с базой. А вторая проблема, какая еще может быть? Если ты уж реально в базу битмапа писать. К примеру, смотри, представь, что у меня такое приложение, что я список фоток. Я, короче, скроллю его, да, я могу нажать на фотку и она возьмет и откроется в большом таком просмотрчике фотографий, да, я могу ее там по зумить и так далее. Ну, знаешь, типичный кейс во всех социальных сетях есть. Ты нажимаешь на фотку и она так расширяется. Вот у тебя это, допустим, второе в активике, да. Во-первых, ты пока будешь писать, пока будешь читать, у тебя как бы не будет, ну, будут затраты времени, да, а во-вторых, а когда ты будешь удалять фотографию с базы? Ну, вот, которую ты передаешь, вот смотри, ты, представь себе, у тебя, короче, список фоток, так, ты, как у тебя все это работает? Ты их, видимо, скачиваешь там откуда-то с интернета, да, и, допустим, нет, даже не знаю, какой бы пример привести. Ну, нет, у тебя... Сейчас. у тебя, к примеру, приложение для... ну, которое пока в спицах фотографий. вот эти фотографии ты получаешь, ну, не знаю даже, к примеру, ты их скачиваешь откуда-нибудь, да, и ты хочешь показать эти фотографии во втором активите, да, каким образом ты их передашь? Ты передаешь какой-то айдишник, к примеру, да, это значит, что у тебя эти фотографии должны уже лежать где-то на диске по какому-то там ключу. Так? Вот. И ладно, я думаю, что я попробую получше аналогию придумать. В общем, идея в том, что когда вы начинаете тяжелые объекты передавать между активити, там есть проблема с тем, когда вам именно нужно их удалять. В данном случае может быть это не так критично, потому что у вас типа всегда должна быть... Ну, хотя нет. Ну, кэш используется. Старая идея удаляется. Да, то есть идея такая, что вам все равно нужно будет какой-то дисковый кэш и так далее. Потому что исходя из того, как мы с вами посмотрели, да, как работают активити, может получиться так, что удалять объекты по ондестрой вы не можете, потому что вам не всегда гарантируется, что у вас этот вызов произойдет. и в итоге может получиться так, что вы, допустим, сохранили фотку на диск, чтобы ее потом подредактировать, к примеру. В итоге пользователь через хоум ушел из вашего приложения, потому что ему позвонили. Потом вообще забыл, что он у вас что-то делал. Потом операционная система вас прибила, потом 30 минут прошло, пользователь возвращается в ваше приложение, у вас получается новый старт, холодный. В итоге во время этого пайплайна получается, что у вас уже нет возможности взять и почистить. То есть нет какого-то колбека, который бы сказал, хей, на самом деле пользователю эта картинка уже не нужна, потому что нет какого-то события, которое говорит, что Android почистил таск за вас. И в итоге получается, что вам для таких картинок, для такого подхода с базой вам нужно какое-то специальное решение, которое бы умело подчищать вот такие хвосты за вами. Понятно, нет? Ну, то есть всегда, когда вы начинаете работать с диском, в андроиде, всегда есть проблема того, что ваше приложение завершится в какой-то не тот момент, в который вы ожидали, да, и эти данные могут там остаться очень надолго. И в теории, если какие-то там, какую-то работу с этими данными не вести, у тебя может дисковый, ну, то есть там не делать ауру дисковый кэш или еще что-то, ну, понятно, что есть решения, да, какие-то для этого. Это все может расти и расти. Так вот, на самом деле, к чему мы про все это говорили, к тому, что если, что на первый взгляд, когда ты начинаешь все вот эти подводные камни анализировать, кажется, что передавать битмапки между activity через какие-нибудь статические ссылки и так далее, это хорошая идея, потому что это работает максимально быстро, тебе не нужно там, париться насчет, там, ну, то есть у тебя нет ограничения на объем, работает быстро, тебе не нужно париться насчет удаления контента и так далее, но минус состоит в том, что если операционная система возьмет, прибьет ваш процесс, да, как мы уже видели, это происходит, а потом захочет восстановить state, то в итоге восстановит она его в каком порядке? Она сначала запустит класс application, да, а потом вашу вторую activity и контент, ну, и в итоге для вас будет такое ощущение, ну, то есть очевидно, что так как первая activity не запускалась, то не было кода, который бы мог взять и что-то положить вам в этот кэш, но при этом весь вот UI второй activity, если вы его делали из основных компонентов, он восстановится и в итоге у вас будет такое ощущение, что Android взял и почистил за вас какие-то там статические переменные, убил там треды и так далее, но нет, ничего такого Android не делал, главное, когда вот ты начинаешь играться с разными компонентами в Android, помнить о том, что в любой момент ваш процесс может быть убит, и восстановлена только та его часть, которая нужна для того, чтобы пользователь взаимодействовал с ней. Как-то мы чуть задержались на activity, но давайте попробуем, может быть, чуть-чуть ускориться, чтобы все-таки хотя бы основные вещи покрыть, которые были запланированы. Собственно, про application я рассказал. Диаграмму activity, ну, вы, наверное, тоже все видели, это просто картинка из документации, я думаю, что часть из нее мы разобрали, часть вы и так знали, так что здесь никаких проблем нет. Дальше про интенты мы тоже поговорили, еще одна особенность интентов, ну, вообще, кстати, для чего вы видели, чтобы интенты в операционной системе использовались? Ну, понятно, стартануть activity, еще. Ну, activity из другого уровня. А, допустим, если ты хочешь взять и, там, не знаю, попросить кого-то фоточку открыть, к примеру, как ты это делаешь? Ну, там intent-фильтри вот. Да. Вот. Вообще, интенты, ну, как бы, судя из названия, это описание какого-то намерения, и в том числе часто они применяются и, там, в вещах, которые напрямую с операционной системой Android ничего общего не имеют. К примеру, есть так называемый Local Broadcast Manager, который такая попытка Android изобрести собственный EventBus поверх интентов и который ничего общего не имеет с межпроцессным взаимодействием. Но в целом, каждый раз, когда вы говорите о том, что но в целом, каждый раз, да, когда мы говорим о том, что нам нужно стартнуть какой-нибудь другой компонент, мы говорим об интентах. И, как правило, все интенты летят через операционную систему Android, именно поэтому когда Android убивает ваш процесс, он знает в каком состоянии он находился и какой там был стек вызовов и что нужно показать пользователю при, ну, что нужно попросить ваш процесс запустить, когда пользователь к вам возвращается. А кто-нибудь слышал про таски что-нибудь? Связано вообще? Нет? Это такая вещь, которая на самом деле с одной стороны очень важная, но с другой стороны от которой все больше и больше стараются уходить в современной разработке. По той простой причине, что это все достаточно сложно и совсем не гибко. Речь о том, что когда когда приложение даже так как правильно сформулировать каждый раз, когда вы переходите из одного активити в другое, в зависимости от сочетания флагов, которые указаны в вашем интенте и тех флагов, которые прописаны в манифесте активити, эти активити могут либо наслаиваться друг на друга, либо с ними могут происходить всякие разные вещи. Про это все есть очень крутая статья, которую я очень советую вам прочитать, потому что построить навигацию на активити, не понимая того, как работают ланч-моды, очень тяжело. это одна из, не основная, но одна из причин, почему в последнее время все больше и больше возникает такой подход, single activity application, когда у вас есть всего одна активити, а дальше вся навигация внутри построена либо 100% на фрагментах, либо вообще пишется свое какое-то решение, которое разным образом тасует вьюхи, то есть по сути пишется свой бэкстэк, там навигация и так далее. К примеру, по такому принципу построено приложение Uber. У них даже своя архитектура есть, рипс можете почитать, если кому интересно. Вот. Почему я открыл сейчас эту статью? Здесь очень крутые анимации. Вот в классическом случае, если у вас есть обычные активити, с которыми вы ничего не делали, каждый раз, когда вы вызываете старт активити, у вас все активити накапливаются в такой стэк. В итоге, когда пользователь нажимает кнопку back, он вынужден смахивать все эти активити, проходить в обрядном порядке. Я не знаю, видели ли вы, нет, но у многих популярных приложений периодически бывает такой баг, что ты можешь очень долго, когда ты пользуешься приложением, ты бегаешь, бегаешь, бегаешь по навигации, а потом ты можешь очень-очень долго нажимать back, когда у тебя весь стэк будет разматываться в обратном порядке. Другой популярный кейс, это еще один флаг, который позволяет новым активити создаваться, не дублировать активити, потому что странно, если у вас уже есть активити, вдруг вам пришла какая-то команда, зачем создавать еще одно, если можно, это зависит от конкретного юзкейса, но можно брать и группировать активити таким образом, чтобы убирать лишние вхождения. Классический пример, если у вас есть, к примеру, какой-то базовый экран, не знаю, в нашем приложении, к примеру, это экран с лентой, или вообще у вас есть приложение с каталог с витриной товаров, и дальше очень много переходов на конкретный товар, а дальше на вкладке товара может быть опять какая-нибудь кнопочка, которая, к примеру, ведет вас на витрину, но с другим фильтром, или еще с чем-нибудь. И в итоге, если вы будете делать это все на голых активити и не используя никакие ланч-моды, получается так, что у вас будет, к примеру, базовая карточка, это ваша активити с товарами, со списком товаров, дальше карточка с товаром, ну, не карточка, активити, я просто говорю карточка в терминах этой анимации, активити с товаром, потом уже новая активити с витриной еще раз, но уже, допустим, с другим фильтром, потом, если вы из нее куда-то еще перешли, еще карточка и так далее, и в итоге для пользователя будет немного неочевидный сценарий навигации, потому что может получиться так, что он из витрин с товаром почему-то по бэку попадает опять в какой-то профиль. чтобы такого избежать есть флаги ну, вот флаги clear top в сочетании с single top точно так же есть другие флаги, которые уже менее используемые, которые, к примеру, в данном случае следят за тем, чтобы в вашем таске было всего одна активити. Ну, и так далее. Я думаю, что здесь стоит, ну, то есть, если, короче, будем погружаться в таски, это еще затянет на какое-то время нашу лекцию. В общем, я всем рекомендую почитать эту статью, потому что она очень хорошо описывает то, как эта система работает. И это будет вам важно, если вы будете делать приложение на activity. давайте пойдем дальше. Следующая вещь, следующий пункт, это стоит пару слов сказать про bundle, то есть, та вещь, которую мы используем для того, чтобы передавать данные между компонентами. Во-первых, вы уже проходили курсы по Java, и вы могли заметить, что в Java, ну, то есть, вам рассказывали про serializable? Было, да? Вот. И кажется, что, блин, у нас есть Android, у нас есть serializable, уже все из коробки можно там передавать, сериализовать туда-сюда, зачем новый инструмент. И, собственно, вот здесь на графике показан ответ на этот вопрос. Parseable работает сильно быстрее, но за счет ограничений, то есть, который заключается в том, что вам, вы вынуждены руками писать логику парса. Да, логику парса, спасибо, да. И вы не можете там с помощью парселба сохранять там циклические ссылки, к примеру, и так далее. Еще один момент, про который обязательно стоит помнить, это то, что ну, вообще, как бы, когда вы какие-то экстра данные записываете в intent, там тоже есть опция передавать туда парселба. Но во-первых, всякие китайские, ну, давайте так, парселбу очень плохо дружит с изменением версии кода, поэтому никогда нельзя, ну, то есть, вы можете взять парселбу, бандл, вот это вот все, и руками, допустим, с помощью этого механизма взять и сохранить данные в базу или на диск, потому что, ну, как бы, блин, я уже написал эти, ну, у меня уже есть готовая сериализация, я уже написал ее, она работает быстро, почему бы не взять и не заиспользовать тот же самый механизм. И вот у вас будет проблема, потому что, во-первых, уже были прецеденты, когда версия, внутренняя реализация парселбу менялась между версиями андроида, то есть человек взял, обновился, и те данные, которые вы записали на диск, уже вы сами не сможете прочитать. во-вторых, как именно парселбл сериализует классы. Он пишет туда класснейм, поэтому если вдруг у вас в новой версии вашего приложения вы переименовали файл или переложили класс, или переложили его в другой пакет, сериализация также перестает работать. Поэтому всю эту систему нужно использовать очень осторожно и более того, даже когда вы передаете какие-то данные, какие-то классы во внешние сервисы, к примеру, в notification manager для того, чтобы каким-то образом обработать нажатие человека на оповещение, в общем, когда вы куда-то их отдаете от себя, вы должны помнить, что есть разные производители телефонов, разные версии андроида и иногда из-за багов гугла, к примеру, либо из-за того, что какой-то производитель телефонов взял и как-то пропатчил там внутри, при переустановке вашего приложения не всегда эти данные могут удалиться. И в итоге могут быть такие случаи, что вы потом не сможете оттуда прочитать те данные, которые вы туда записали. Это очень редкие кейсы, но все равно с парсом нужно стараться быть максимально аккуратным и внутри своего приложения вы можете смело обмениваться данными, но всегда следить за их размером, а наружу стараться отдавать самый минимум. Дальше. Да, про размер мы уже упомянули, когда разговаривали про activity. Теперь то, с чего мы начинали, зачем же нужны сервисы? Здесь есть какая-то диаграмма, опять же, с документацией по сервисам, и сервисы нужны для нескольких вещей. Во-первых, само по себе наличие сервиса работающего позволяет поднять приоритет вашего процесса. Что это означает? Если операционная система видит, что когда у нее не хватает памяти, либо она решает оптимизировать расход батареи, либо она просто видит, что какой-то процесс долго не работает, она решает, что, блин, наверное, пора бы его убить. И когда операционная система начинает заниматься таким убийством процессов для оптимизации потребления батарейки, расхода ресурсов и так далее, она сортирует их на какой-то список. И чем ниже у тебя в этом списке приоритет, тем больше вероятность, что тебя убьют. Соответственно, в нашем примере, когда у нас был просто фоновый поток, который печатал чиселки раз в секунду, у нас был пустой процесс, у нас там не было активити, которые видит пользователь, у нас не было сервисов, не было ничего. Поэтому, ну, правда, у нас и телефон не был загружен, то есть на нем не было каких-то запущенных ресурсов емких приложений и так далее, поэтому нашему потоку удалось продержаться практически 4,5 минуты. Вот. Дальше идет следующее, а, у нас даже был, у нас было не все так плохо, у нас в нашем активити, в нашем процессе, по-моему, я свернул активити через холм, то есть это даже был бэкграунд процесс, потому что там остались какие-то активити, ну, которые просто не были видны пользователи, то есть это не был процесс вообще без всяких каких-либо компонентов. С более высоким приоритетом, ну, к процессам с более высоким приоритетом относятся процессы, у которых есть запущенный сервис. Таким образом, если вы запускаете сервис, вы тем самым говорите, что, ну, очень сильно повышаете шансы вашего приложения на то, что оно не будет убито. Более того, давайте посмотрим на API сервисов. Давайте попробуем взять и создать собственный сервис. И зарегистрировал манифест. Да. И давайте посмотрим на метод onStartCommand. Это основной метод, который получает интенты, которые вы отправляете в сервис, когда говорите в своем activity, к примеру, называете метод startService, в который там нужно просто передать интент с именем класса сервиса. так вот, вот этот метод, он возвращает очень интересные флаги. Сейчас. давайте поговорим про два из них. Если вы запустили сервис и вернули у него из метода onStartCommand флаг startNodeSticky, это означает, что ваш процесс сможет работать дольше. Более того, вам не обязательно в сервисе вообще что-либо делать. Вы можете запустить в своем activity точно так же thread, в котором вы начнете делать всю ту работу, которая вам нужна. Вам нужно просто сказать там startService и вот оставить его даже вот так. И это уже продлит время работы вашего приложения. Но если операционная система все-таки решит убить ваше приложение, то на этом вся история закончится. Есть другой вариант. При в методе onStartCommand, когда вы там получили какой-то интент, который вам отправили, сделали с ним какую-то логику и так далее, вы можете сказать блин, а я хочу быть стики. Это значит, что если операционная система возьмет и убьет ваш сервис, она потом перезапустит вас, чтобы вы могли завершить какую-то работу, которую вы не доделали. Поэтому в общем случае как выглядит контракт работы с сервисами? Если вам нужно сделать какую-то фоновую работу, вы запускаете сервис, допустим, создадим какой-нибудь интент и поставим action count to назовем его вот так. Дальше. Если ну в данном случае обязательно проверять интент на now, потому что если мы вернули флаг start sticky и наш сервис будет перезапущен, то вместо интента там придет now. Подразумевается, что в этом случае мы знаем, какую работу мы делали раньше, мы знаем, на каком этапе мы остановились, и мы хотим просто ее доделать. Если нам важно, что если операционная система убьет наш процесс, и мы хотим запоминать, то есть у нас работа атомарная, мы ее либо сделали, либо нет, можно вернуть start redeliver intent, и тогда последний интент опять же попадет к нам в сервис. Дальше мы можем проверить, что ну условно, что action что intent не now, и action именно тот, который нам нужен, тогда, ну не знаю, запустить thread, который посчитает до 100, и по завершению вызвать команду stop self. в этом случае операционная система не будет перезапускать наш сервис, потому что она знает, что все, работа завершена. И я уже говорил об этом несколько раз еще раз напомню, это все говорит сейчас только про hint операционной системе, ну пожалуйста, подержи нас живыми подольше, опять же, никаких гарантий. То есть сервис как бы живет вне контекста текущего почему в контексте, ну то есть у тебя тот же самый процесс, то есть смотри, давай попробуем да, если закрыть приложение, да, смотри, вопрос, давай, сейчас мы хороший вопрос, покажу, это стрик, так, давай там run мы просто сделаем, эмулируем сервис, который считает до 100, а потом говорит stop sell, да, спасибо, по-любому, давай, тогда мы даже ставим 100, сейчас скопим, ну да, нормально, Давайте для начала, по-простому, сделаем так, чтобы наш сервис стартовал просто из Activity. У нас там button остался. RID button. Так. Давайте смотреть, что получится. Кстати, а кто-нибудь про ADB что-нибудь слышал? Он играет бы как-бридж? Да, да. Ну, видимо, слышал. Для чего используется? Ну, пока ты использовал, для чего? Я использовал для написания приложения, в которых никого не нужны вещи для меня. Ну, с играми когда возился, молодой был. Я через ADB эмулировал нажатием. Ага. Неплохо. Мы сейчас то же самое будем делать. Смотри. Итак. Итак. Вот. Мы запустили сервис. Видно, что у него вызвался метод onCreate. Вот он получил интент с экшеном, который мы ему указали. Пошел, сделал какую-то работу. Дальше поток фоновый сказал StopSelf. Сервис был уничтожен. То есть, наверное, даже слишком быстро все это прошло. Надо все-таки реально поставить дилей побольше. 100, ну, 300, может. Вот. Но самое интересное не это. Давайте мы возьмем сервис и скажем ему… Сейчас. По-моему, это должно так работать. Ну, он там промотирует различные гугловые тулы. В принципе, для наших целей это все не критично. Итак. История на самом деле такая, что так как сервис, он… Ну, сервис, они не привязаны к активите. Они живут своей собственной жизнью. Это еще один способ общаться с операционной системой. Более того, многие там системные вещи тоже написаны с помощью сервисов. Поэтому, если вы ставите в манифесте у себя для сервиса exported true, это означает, что на самом деле любой компонент может отправить в ваш сервис intent и попросить его что-то сделать. Таким образом, вывод влог будет выглядеть каким образом? У нас будет запущен application on create. После этого сервис он create, сервис отработает. Ну, то есть, все без всяких activity абсолютно. То есть, начнет работать сервис, у нас приоритет процесса будет как started service process. То есть, он будет сильно выше, чем все остальное, то, что просто в фоне осталось после каких-то там действий пользователей. Как только сервис делает stop-self, приоритет процесса упадет до empty process. И в какой-то момент он будет убит. То есть, условно говоря, если вы там друг за дружкой подряд два сервиса стартанете, то, может быть, у вас даже и application не успеет убиться, и ваш сервис еще будет живой. Ну, в смысле, application еще будет живой, и просто внутри него будут разные сервисы запущены. Или перезапущен один сервис раз за разом. Мы тут упоминали adb. adb.at service. Собственно, вот с помощью такой команды можно взять и запустить сервис, даже если приложение вообще убито. Ну, то есть, у вас не запущен процесс, пользователь не взаимодействовал. действовал, либо вы, либо операционная система, потому что, к примеру, синхронизация контактов между вашим приложением и операционной системой, она тоже сделана через сервис. То есть Android ищет операционный сервис, по-моему, он это делает по специальному интерфильтру, который должен быть у этого сервиса. И если он находит такой сервис, он запускает его и начинает процесс синхронизации, то есть вообще без участия пользователя практически. Так, с этим мы разобрались. Следующий пункт, который стоит рассказать, это музыка. Мы говорили, что для музыки вообще-то сервисы нужны. Но, как мы понимаем, тот сервис, который у нас есть сейчас, он не дает нам никакой гарантии. То есть, да, окей, приложение будет жить подольше, но все равно ты слушаешь музыку, у тебя вдруг все там убилось, потом у тебя через какое-то время операционная система тебя запустила, музыка продолжилась. Но User Experience так себе. Поэтому у сервиса есть специальный метод, который называется StartForeground. Для того, чтобы запустить Foreground сервис, нужно передать специальный эдишник и какое-то оповещение. Зачем оно нужно? Как только мы запускаем Foreground сервис, наш процесс поднимается еще выше в приоритете. Он начинает быть видимым процессом, то есть это значит, что пользователь в курсе, что он происходит, что процесс работает. Потому что если мы там отправили какие-то команды в сервис, да, пользователь об этом не видит. Мы можем в фоне что-то делать, и пользователь никто не узнает. И будет точно так же искать разные тулы для того, чтобы понять, блин, а что у меня там батарейку ест и так далее. Вот. В соответствии с контрактами Android, если ты хочешь что-то делать и быть уверенным, что тебя не убьют в целях экономии батарейки и так далее, делай это явно. Покажи пользователю, что ты работаешь. Именно поэтому все музыкальные приложения, навигаторы, они все используют механизм Foreground сервисов. То есть вы можете увидеть, что практически всегда, когда у вас есть какой-нибудь навигатор, у вас всегда сверху есть оповещение, что там... Ну, люди стараются это выигрывать по-разному. В случае с музыкой там какие-то кнопочки есть, чтобы ты мог туда-сюда переключаться. В случае с навигатором они говорят, что эй, ты там едешь вот сюда, у тебя поворот через столько-то. Но с точки зрения жизни процесса и вот этого всего, это сделано для того, чтобы процесс не убивался и операционная система могла дать навигатору работать, прокладывать путь дальше и так далее. Но и это еще не гарантия. То есть если там у андроида станет ну совсем все плохо, он может и такие процессы прибивать. И активные процессы — это то, что человек уже видит на экране. То есть это процессы, в которых есть стартедактивити, соответственно. так. По приоритетам понятно все? Что касается работы с сервисами, то вообще сервисов бывает два вида. Фараза по два вида. То есть с одной стороны сервисы бывают бэкграунд и фореграунд, то, что мы видели сейчас. Это влияет на приоритет. И с другой стороны они бывают стартед и баунд. В случае со стартед сервисами мы говорим о том, что вот сервис, запустись. Кстати, ну это ортогональные вещи, то есть может быть и баунд фореграунд сервис и так далее. Когда мы говорим, стартед сервис — это как, ну такой, не знаю, выстрелил и забыл. То есть ты передал туда команду, ну сделай что-нибудь. И меня типа вообще не парит, что произойдет дальше. Сервис сам обрабатывает, к примеру, там, не знаю, отправляет какие-то логи на сервер. Да? Он их отправил, успокоился, завершился. Все. И бывает другой тип сервисов — это баунд сервисы. Это сервисы, к которым твой компонент может подсоединиться и установить так называемое соединение с сервисом. И баунд сервисы живут до тех пор, пока есть хоть один клиент, который к ним подцепился. К примеру, так можно сделать, там, условно говоря, сервис с геолокацией. То есть как только у тебя есть хоть один клиент, который к этому сервису подцепился, этот сервис начинает, там, работать, высчитывать геолокацию, там, смотреть, чтобы, там, ну, и раздавать ее клиентам. Как только все клиенты отцепились от него, сервис прекращает свою работу. И самое веселое вот в этом механизме подцепления к сервису и отцепления — это то, что оно спокойно работает и между разными процессами. То есть если вы хотите общаться с каким-нибудь сервисом Google Card, к примеру, с гугловой платежкой, с каким-то системными сервисами, как только вы начинаете практически любой из этих сервисов раскапывать, смотреть на исходные коды, ну, на исходники, то практически сразу вы видите, что там есть специальный интерфейс, который оборачивает все этот процесс сериализации ваших команд и отправку их через Binder Driver туда дальше в какой-то системный сервис и получение ответа. Для этого в Android есть специальный язык описания интерфейсов, который называется IDL. Про это есть очень классная лекция на Мобиусе от Йонатана. Он раньше работал в GetTaxi, а сейчас достаточно часто играет на разных конференциях. В общем, если кто-то хочет хардкора, хочет посмотреть на то, как в реальности происходит общение между разными компонентами в операционной системе, как, я не знаю, как в реальности там уходит ваш контент оповещений для того, чтобы их системный сервис показал, как работают интенты, как вот этот весь транспорт работает. Вот классный доклад, он там все достаточно подробно рассказывает. И он даже приводит там причины, почему вам стоит что-то похожее использовать в своем приложении. Но здесь я уже не совсем соглашусь, потому что я считаю, что это все добавляет… Ну, то есть вам надо очень, короче, быть глубоко в теме, чтобы решиться на то, чтобы внутри вашего приложения делать несколько процессов, а так можно, и начинать потом между ними общаться через драйвера операционной системы. Потому что если у вас несколько процессов, то это интерпроцесс коммуникашн и так далее. Из случаев, когда такая жесть реально работала и приносила пользу, я знаю случаи Фейсбука. У них долгое время были большие проблемы с видео, и поэтому они брали и выносили видеоплеер, по крайней мере, из того, что я слышал, видеоплеер, вот именно их, ну, операции по кодированию, видео в отдельный процесс для того, чтобы если вдруг там все это упадет, там, с out of memory еще по каким-то причинам, чтобы это не затрагивало напрямую пользовательский опыт в его, в основном приложении. Вот. Но еще раз, то есть прежде чем в такое ввязываться, нужно 10 раз подумать. А почитать вообще, как это все работает, я очень рекомендую, потому что тогда будет проще и понятнее читать исходники. Вообще понимать, что происходит. Также… Да. Это, опять же, гайд гугловый про то, как же все-таки делать фоновую работу. То есть на самом деле мы вообще выяснили, что если у вас есть какая-то работа совсем неважная, и вам не обязательно знать, что она там… ну, то есть если она не завершилась успешно, вам пофиг, то можно вообще не создавать никаких… а, и она там не занимает какие-то часы там условно, да, то вам можно вообще не париться, не создавать никаких сервисов. Создал тред и погнал. Вот. Если… ну, на самом деле нет смысла комментировать этот график. Здесь и так все видно, есть статья. Я расскажу только несколько нюансов. Во-первых, с сервисами все не так радужно. Как вы понимаете, если у разработчика появляется возможность взять и запустить какую-то вещь, и так, чтобы пользователь об этом не видел, а при этом еще и попросить операционную систему ее перезапустить, если операционная система сама же ее убьет, как в случае с бэкграунд-сервисами, да, то будут находиться всякие не очень ответственные разработчики, которые будут этим пользоваться. И изначально политика андроида была такая, что, блин, ну разработчики, они же все взрослые, разумные люди. Никому же не хочется, да, чтобы у вас там просто так на девайсе брала, садилась батарейка. Никто же не будет так, наверное, делать, да? Но вот оказалось, что так делают практически все. И в итоге ребята из Гугла поняли, что метод уговоров не работает. И начиная с версии Android O, они, по сути, отключили возможность нормально пользоваться бэкграунд-сервисами. Потому что если у тебя сервис на Android O, ты его запустил, пока у тебя приложение было, ну, сделал стартед-сервис, когда у тебя приложение было, видимо, пользователю, то через минуту после того, как приложение будет свернуто, сервис получит от операционной системы команду «Остановись». Так же, как будто бы был вызван стоп-селф. И потом будет понижен приоритет твоего процесса, и сервис будет убит. А если приложение было свернуто и прошло больше 15 секунд, то ты вообще не сможешь никак, ни из коуфонового потока, никак запустить такой сервис. Вот. Потому что, как бы, разработчики сильно этим злоупотребляли. В итоге, начиная с Android 8, Google настоятельно рекомендовал всем перейти с таких сервисов на JobSheduler. JobSheduler – это специальный сервис, который позволяет группировать. То есть, это системный сервис, он работает в отдельном процессе. Он знает, что вот такое-то, такое-то, такое-то приложение, вот они хотят сделать такие-то, такие-то работы. А давайте я, значит, и с такими-то условиями. То есть, этому нужно делать свою работу только, когда будет Wi-Fi. У этого работа слишком энергозависимая, он там что-то считает, короче, ему нужно только, чтобы было подключение к сети и так далее. Он группирует все вот эти задачи от разных процессов, от разных приложений, все эти запросы, и в определенные окна запускает сразу же все эти задачи. Таким образом, получается, что за счет того, что за счет группировки задач получается лучше использовать системные ресурсы, и это все лучше сказывается на энергопотреблении. Но есть проблема в том, что в этом сервисе есть туча багов. Во-первых, он появился только с пятого андроида, а во-вторых, до седьмого им практически невозможно пользоваться. Поэтому у Google ничего не оставалось, кроме как запилить специальную библиотеку, которая называется WorkManager, и которая делает примерно то же самое. То есть на андроидах, где JobShedler вообще нет, на старых версиях, она пытается как-то эмулировать с помощью AlarmManager и с помощью гугловых сервисов, если они есть на устройстве пользователя, вот такой механизм распределения задач фоновых. Если же у пользователя есть версия андроида с JobShedler, они либо по-прежнему пытаются это эмулировать, потому что эта штука не работает, либо пытаются на более новых версиях обходить какие-то баги, которые там есть. Плюс, так как WorkManager – это отдельная библиотека, которую вы подключаете к себе, а не библиотека, которая, ну, не какой-то инструмент, который находится уже на операционной системе пользователя, то туда можно спокойно накручивать функционал, потому что за обновление версии отвечает не пользователь, ну, когда он там версию операционной системы на вид, а разработчик. То есть вы вот увидели, что новая версия WorkManager вышла, да? Вы взяли и втащили ее к себе, и у вас есть новый функционал. Поэтому он сильно богаче, там есть много прикольных вещей по распараллеливанию задач, по гибкой их настройке. Советую посмотреть доклады по WorkManager, ну, с точки зрения API он реально классный. То есть позволяет удовлетворить практически любые запросы разработчиков. Ну, тем более вам все равно ничего не остается, потому что фоновые сервисы у вас не работают на Android. Вот. Приходится пользоваться. Либо пытаться писать что-то свое, опять же. Ну, и когда мы говорили в самом начале про приложение заметок, когда нужно было в какое-то конкретное время запускать какие-то задачи, вот, пожалуйста, для этого есть специальный WarManager. Ну, и, кстати, да, тут тоже забавно на этой картинке, что если... что в конце концов все все равно сводится к WorkManager, потому что, ну... Вот. Более того, фоновую работу Android, ну, я уже говорю, что он пытается ее как-то поджать каждый релиз, поэтому есть ключевые слова, по которым обязательно стоит погуглить. Это DoleSmod, Upstandby, Upstandby Buckets. Это все вещи, которые позволяют... DoleSmod... Которые позволяют как-то ограничить ваше приложение в фоне, чтобы оно не так сильно ело батарейку. Поэтому, если у вас есть проблемы с энергопотреблением, я вам советую взять и обновить операционную систему. Возможно, это вам может помочь. Так, про broadcast-ресиверы. Как я понял, никто не слышал, да, про них? Окей. Это из всех штук, которые здесь будут, самая простая, кроме интента. Вообще термин broadcast кто-нибудь слышал? Из сетей, допустим. Да. То же самое. В андроиде есть ивенты, которые происходят глобально по всей системе. Вы можете сами такие же рассылать. Примером таких ивентов является то, что, там, девайс запустился, пользователю пришло смс. Там, не знаю, пользователь подключил наушники к телефону. Ну и так далее. Их на самом деле очень много. Там входящий звонок и так далее. А, к примеру, connectivity change, что изменилось, изменился тип подключения к сети. Браткасты, broadcast-ресиверы, они тоже независимые компоненты. То есть спокойно может быть такая ситуация, что ваш процесс мертв. Вы зарегистрировали broadcast-ресивер. Давайте я покажу, как он выглядит, чтобы не быть совсем голословным. Вы зарегистрировали broadcast-ресивер. Как правило, здесь указывается intent-фильтр, в котором вы должны показать, на какие ивенты этот ресивер подписан, что он слушает. И после того, как соответствующий ивент прилетит к вам в... Ну, после этого, соответствующий ивент прилетит к вам в приложении, у вас будет запущен точно так же application, и после этого ваш ресивер. Важно учесть, что ресивер работает так же на UI-потоке, и более того, если он за 10 секунд этот UI-поток не отпустит, то ваше приложение будет убито. Поэтому классический паттерн работы с broadcast-ресивером это получить в методе onReceive какой-то intent от системы, убедиться, что это то, что вам нужно, как-то по минимуму обработать его, достать какие-то данные, или вообще сразу же взять и перенаправить его в сервис, чтобы сервис поднял приоритет вашего процесса, и вы дальше смогли с этим интентом спокойно в фоновом потоке что-то сделать. То есть, сходить на сервер и так далее. И вроде бы, блин, все хорошо с ними, но, блин, опять все, для всем виноваты разработчики, они опять все испортили, короче. Почему? Вот есть, к примеру, бродкаст, да, connectivity change. Классная же штука, да? Ну, типа, у вас там тип сети поменялся, вы такие, блин, а если у меня там запросы были, которые не прошли, то, наверное, когда тип сети поменялся, я могу их еще раз отправить, да? Полезная же штука. Или, там, не знаю, там, тип сети поменялся, о, типа, у человека сеть вроде плохая, давай я там не буду картинки в большом качестве качать. Классная идея. И вот до такой идеи странным образом додумались почти все. И практически каждое приложение, которое вы ставите на телефон, оно регистрирует свой бродкаст-ресивер с connectivity change экшеном. Более того, есть, по-моему, даже специальные приложения, которые позволяют вам посмотреть список приложений, список зарегистрированных ресиверов в них. Можете увидеть почти все. И в итоге что происходит? Вы ничего не подозревая, идете со своим телефоном по коридору условно. У вас постоянно телефон переключается от соты к соте, ловит там разные Wi-Fi точки и так далее. И у вас все приложения на телефоне начинают просыпаться, что-то делать, потом Android бедных убивает обратно, но только для того, чтобы запустить их потом еще раз. Был прикольный доклад от парня из Яндекса. Он взял приложение, написал там на ресивер такой и считал, сколько раз у него этот ресивер стригерится. Так вот, пока он шел из одного офиса Яндекса в конец, из одной части офиса на другую, короче, на другой, у него эта штука стригерилась 127 раз. Вот. И в какой-то момент, короче, Android, ну, ребята из Google поняли, что так дело не пойдет. И что они сделали? Правильно порезали это все. Вот. Еще один из примеров, которые приводили уже ребята из Google заключается в том, что, я не знаю, вот вы замечали, нет, если у вас особенно были какие-то старые Android, там ты делаешь фотографии, у тебя в этот момент, короче, все тупит, все жестко начинает тупить. Сделал фотку и потом после этого там все так жестко лагает. А почему? Потому что бродкаст на то, что сделана фотография, тоже будет популярной. Потому что, ну, там, надо посмотреть, что человек сделал, там, может быть, добавить это к себе в галерею, чтобы потом, ну, где-то проиндексировать эту фотку, чтобы потом пользователю предложить ее загрузить, к примеру. Еще там разные какие-то вещи, там, в зависимости от приложения. и поэтому Google убрал возможность подписываться на, ну, начиная с Android 7, по-моему, он убрал возможность подписываться на connectivity change изменения, подписываться, в смысле, прописывать такие бродкасты в манифесте. Потому что бродкаст-ресивер, в отличие от всех остальных классов, можно зарегистрировать руками. Блин, я уже не помню, как это делать. По-моему. Да, есть метод register receiver, вы можете в рантайме взять, создать бродкаст-ресивер, написать к нему intent-фильтр и зарегистрировать его. В чем разница? В том, что когда Android начинает диспатчить какие-то бродкасты по системе, он ну, доставляет их до запущенных уже процессов, которые зарегистрировали это все. А если процесс не запущен, то откуда Android узнает, нужен тебе этот бродкаст или не нужен? Он смотрит на манифест. Таким образом, на бродкасты connectivity change, начиная с Android 7, нельзя подписываться в манифесте, но можно в рантайме. То есть, это как бы позволяет с одной стороны, все-таки, если вы вот прям пользуетесь вашим приложением, вы можете как-то это обыграть, но при этом, если пользователь ушел из вашего приложения, и ваш процесс убит, то все, ребята, извините. И при этом какой-то трейд-офф, то есть, вроде бы они и фичу не до конца выпилили, но при этом и позволили оптимизировать потребление батарейки. А начиная с Android 8, они пошли еще дальше, и не запретили вообще все бродкасты, кроме списка исключений. Вот он здесь есть в презентажке. То есть, на самом деле, список бродкастов, который остался, он прям совсем небольшой, причем под каждым бродкастом они даже дописали описание, почему они думают, что он хороший, его нужно оставить. Здесь стоит оговориться, очень важное вот это вот слово, implicit. Это означает, что это именно широковещательные сообщения, широковещательные сообщения, то есть, персональная система говорит, вот у меня там поменялась таймзона, таймзон change. И все, кто это слушает, получают такое событие. Но при этом есть еще explicit бродкасты. В данном случае они работают практически так же, как сервисы или как activity. В том плане, что ты создаешь интент, говоришь, вот у тебя такой-то экшен, вот направляйся в такой-то бродкаст ресивер. Прямо конкретно, как в случае с интентом. Интенты тоже, кстати, могут быть implicit и explicit, потому что если вам нужно просто, чтобы кто-то вы ищете в системе приложения, которая может показывать фотку, вам плевать, кто это будет, вы можете просто отправить интент в никуда и уже там операционная система найдет все приложения, которые умеют просмотреть фотку и покажут его вам. Здесь точно такая же разница. Так. Дальше. контент-провайдеры. Попробую совсем быстро. Мы уже обговорили, что контент-провайдеры нужны для того, чтобы позволять приложениям обмениваться данными друг с другом. А, да. Мы уже говорили о том, что контент-провайдеры нужны для того, чтобы позволять приложениям обмениваться данными друг с другом. Но на самом деле это кейс достаточно редкий. И то есть контент-провайдеры активно использовали много лет назад на заре становления андроида. Потому что раньше всем казалось, ну то есть многие люди там может быть с серверной разработки пришли, им казалось, что вот у нас есть Activity, которая UI, да, есть сервис, который любые фоновые задачи, есть контент-провайдер, который там оберка типа над базой данных. И вау, за нас Android как бы все подумал, все сделал, и давайте так это все использовать. Но вот в силу того, что в реальности эти компоненты заточены больше на общении между приложениями, общении с операционной системой, когда вы начинаете это использовать, все внутри одного приложения, то есть вы реально используете сервисы, контент-провайдеры и так далее, но вы не делитесь с чем-то с операционной системой, да, то у вас начинается боль, потому что вам нужно писать просто тонну кода для того, чтобы прокидывать данные между ними. И поэтому сейчас их практически не используют, только вот в редких кейсах, когда вот тебе прям по документации нужно что-то зашарить, ты понимаешь, что делать это только через контент-провайдер, ты такой, ну окей, более часто используемый случай, частный контент-провайдер, это файл контент-провайдер, который позволяет вам делиться файлами с другими приложениями. Это очень удобная штука, если вы, к примеру, хотите просто из приложения отправить письмо и к нему какой-то файл приотачить. Вот чтобы правильно приотачить файл, вам нужно использовать файл контент-провайдер. но если мы посмотрим на реальные проекты и про то, что у них описано в манифесте, то мы обнаружим, что практически в каждом приложении есть контент-провайдер и не один, а очень даже много. И возникает вопрос, блин, а как так, вот сам контент-провайдер вроде бы не очень полезная штука, да, а почему же тогда все берут и их используют и еще и очень активно. Это очень забавный факт, как один API, который придумывался для одного, используется совсем по-другому. Все дело в том, что ух ты, вот. Странно, почему он мне аннотации поставляет. Неважно. Все дело вот в этом методе. Если вы пишете свою библиотеку и вам нужно, чтобы у вас ваш код взял и проинициализировался сам в самом начале работы приложения, как будто бы за вас пользователь его прописал в в application on create вот здесь, да, то вы берете и регистрируете в своей библиотеке контент-провайдер. Потому что по контракту сначала у вас создается класс application, вызывается метод как там от touch-base context и между вызовом от touch-base context и вызовом application on create начинаются и начинают инициализироваться все контент-провайдеры. У них по очереди в зависимости от приоритета, который вы указали в манифесте, начинает вызываться метод контент-провайдер он create. И поэтому, если вы используете work-manager гугловой библиотеки, вы используете там, не знаю, live-data тоже библиотека гугловая, да, вы увидите, что Google сам, ну, условно говоря, мисс-юзит контент-провайдеры, то есть использует их только ради одного метода, чтобы проинициализировать все в самом начале. Ну, и, соответственно, если вы вдруг захотите тоже какие-то свои библиотеки вдруг писать, пользуйтесь, удобный трюк. Вот. Да. Собственно, я думаю, что у нас уже нет особого времени все это разбирать, но это и не нужно, там есть документация по этому всему. Дальше. Что там еще? осталось. О! Давайте теперь... Сколько у нас времени еще осталось, кто-нибудь знает? 20 минут. 20 минут? Ох, нормально. Частично мы различными тулами уже пользовались. Наверное. Да. Про developer options вы в курсе. про do not keep activities вам рассказывали? А? Сейчас. Ну, это вообще классика, то есть, ради чего в основном... сейчас, секундочку. Вот про флаг do not keep activities не сохранять действия. это просто классика это просто классика андроида. Короче, сколько копий сломано. В общем, история заключается в том, что вообще-то, когда вы переходите с одной activity на другую, андроид может взять и убить незадлежащие activity. То есть, у вас будет живой процесс, все будет вот прям как надо, кроме того, что activity получит вызов on destroy, которые лежат у вас ниже на стеке activity. будете. И за счет этого могут... Ну, то есть, если вы как-то это все не будете учитывать при разработке, будете активно использовать передачу данных через статические поля, к примеру, то, чем я вам показывал и так далее, всякую такую жесть, то внезапно может оказаться, что у вас все работает не так, как должно. Или поэтому для того, чтобы точно убедиться, что у вас все будет нормально с вашим приложением, в продакшене. Рекомендую включать такую опцию и смотреть, как именно ведет себя ваше приложение, когда из-под него снизу убиваются activity. Понятно, что когда потом человек, пользователь нажимает back, activity никуда не деваются с точки зрения знания activity менеджера а не их системного сервиса. То есть, если он видит, что нажата кнопка back, он берет и запускает заново activity, передает туда savings to state, и она восстанавливается состояние, точно так же, как если бы у вас была смерть процесса и потом его перезапуск. Только то, что мы видели в самом начале, да, только у вас или то же самое, как, условно говоря, у вас была бы смена конфигурации, да, то есть, механизм тот же самый, разница в том, что у вас по-прежнему живой процесс, но главное про это помнить. Также из полезного это так так. Прам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я хочу show something, show a bounce. Блин. Ладно, короче, я найду потом эту опцию. Смысл такой, что можно включить механизм, который позволит вам видеть, как быстро рисовался каждый кадр в вашем приложении и на каком именно из этапов. А там на самом деле в андроиде достаточно сложный графический конвейер, там 7 разных этапов, которые он проходит. И за счет этого можно очень четко понимать, где у вас проблема, действительно ли у вас приложение лагает или вам показалось, и более точечно искать проблему. Где же она? Surface Update, Layout Bones Может повыше, да, потому что я прористал слишком сильно. Ладно, давайте все-таки потом, чтобы время не тать. Что-то я в упор, видимо, не вижу. Нет. Ладно. Ладно. Дальше. Следующая тула, которая может вам понадобиться, это Layout Inspector. Пользовались? Объяснять нужно, нет? В двух словах, это штука, которая позволяет вам посмотреть всю структуру вьюшек, которые вы сделали на своем экране и понять, что же, собственно, произошло, почему оно рисуется не так, как вам хотелось бы. Очень часто можно понять здесь, что, допустим, на самом деле у вас какие-то проблемы с визибилити или с какими-то неправильно выставленными layout парамс, ну и так далее. Следующая штука – это Android Profiler. А профайлером кто не пользовался? Профайлер вступает в игру, когда вы понимаете, что что-то ваше приложение слишком медленное. Для этого, собственно, выглядит профайлер как-то так. Можно посмотреть, как именно приложение нагружает процессор, сколько памяти оно занимает. Более того, в случае с памятью можно, допустим, сделать HipDump. Что это за штука? Она позволяет вам получить слепок всего содержимого памяти. То есть вы можете увидеть, какие объекты у вас в памяти находятся, сколько места они занимают, почему garbage collector не может их удалить. Ну, допустим… Ну вот, можно таким образом сделать HipDump, посмотреть самые большие объекты, которые у нас есть, посмотреть… У вас же был курс по Java? А, кстати, может быть, вам в курсе по Java рассказывали про HipDump, про все? Про memory профайлера? Не было? А про то, как garbage collector работает? Вот. То есть если в какой-то момент у вас приложение падает с out of memory, то есть мы понимаем, что у нас кончилась память. И вы видите, что… Ну, то есть если у вас совсем все плохо, то… Давайте я просто покажу на самом деле. Будет гораздо проще. У нас есть какое-то приложение. Давайте я подаю. Так. Манифест. Сейчас я даю ресивер. Так. А мы уже стартовали сервис. И вот давайте в сервисе мы напишем просто while true. и будем в цикле брать и… Там, не знаю… Просто вот так. Брать и создавать массивы, ну, там, не знаю, длиной 1000. Давайте 100, может. Так. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. И как нам в этом поможет профайлер. Так. Смотрим, что у нас с памятью, да? Запускаем наш сервис. Ого. Ну ладно, 100 все-таки слишком много было. Вот видно, как потребляемая память растет. Тут с этим пытаются сделать тот же garbage-corrector. Но в итоге можно взять и сделать heap dump. А, это… Мемори типа… Он занимает… Это… Макбука, да? Ну, в смысле, в конечном счете, да. Это все работает на Android эмуляторе, который у меня. Но там, по-моему, под эмулятор тоже какое-то фиксированное количество памяти выделено. Но, по-моему, достаточно большое. Кстати, да, по-моему, приложение грохнулось в итоге. Или нет? Нет. Может уже посмотреть. То есть, какой-то момент… Почему-то на одной этапе… Мне кажется, что там был в некотором смысле баг. То есть, он приложение, по-моему, убил все-таки. Я думаю, что это скорее баг профайлера, потому что приложение, очевидно, умерло. Ну, то есть, когда я вернулся в эмулятор, его не было. В общем, что я хотел сказать, на самом деле, вот этой вот демонстрацией. Что… Ну, то есть, как правило, в реальной разработке вы там, ну, вот так вот не пишете, да? Вот. Но бывает, что там, допустим, вы сделали какую-то анимацию, или у вас случайно утекают ссылки на Activity и так далее. И вы берете, допустим, открываете, ну, там, Memory Profiler и видите, что, когда вы бегаете по приложению, у вас вот эта вот штука, несмотря на то, что там активно работает Garbage Collector, у вас она начинает постоянно увеличиваться. Это говорит о том, что есть какие-то ссылки, до которых остался откуда-то доступ от рута, и поэтому данные объекты не могут быть собраны. Вы можете взять, сделать тогда hitdump. И… Ну, да, судя по тому, что здесь hitdump не прошел, он реально, короче, убил процесс, но, видимо, здесь какой-то баг был просто. Вот. И посмотреть, а что же за объекты лежат, и почему же их не может собрать Garbage Collector. Примерно такая же история есть и с CPU. То есть, например, если вы видите, что приложение много жрет трафик, вы можете посмотреть, может быть, у вас… Network, да, что, может быть, у вас какая-то задача есть, которая зациклилась, и у вас постоянно идут какие-то запросы в сеть, да, которые вы не видите на самом деле. С CPU можно посмотреть, какие потоки были в приложении, и чем именно они были заняты. И вообще, в целом, какую нагрузку на процессор оказывало ваше приложение. Сейчас попробуем даже, может, продемонстрировать, если получится. Давайте CPU посмотрим. Выберем способ профайлинга сэмплированный. Вообще, глобально способ профайлинга 2 сэмплированный – это когда мы берем и с какой-то периодичностью, раз в какое-то время, смотрим, в каком же состоянии у нас находятся потоки. Это оказывает минимальное влияние на приложение, то есть оно не так тормозит, да, условно, но при этом вы рискуете, может быть, не увидеть полной картины целиком. С другой стороны, есть профайлинг инструментированный, когда вы берете, ну, то есть не вы, а профайлер, и замеряет прям время выполнения каждого метода. Но история такая, что сам по себе профайлинг и замеры, они не бесплатные. Ну, это как в физике, да, когда ты что-то замеряешь, ты тоже заменяешь состояние системы. И, соответственно, здесь то же самое. Поэтому, если у вас есть в приложении очень много вызовов маленьких методов, то там инструментированный профайлер может дать вам неправильную картину, потому что он слишком большой RVHead сгенерирует, гораздо больше, чем то, сколько эти методы на самом деле потребляли. Давайте попробуем что-нибудь сделать здесь. Если получится, нет? Ну, вот видно, как у нас там постоянно работает thread, который постоянно авоцирует новую память. В принципе, если мы сделаем… А, я забыл кнопку рекорд нажать. Блин, наверное, это всего одна секунда. Что-то я рано на стоп нажал. Сейчас посмотрим, что получится. Да. Ну, как вы понимаете, эти титулы не идеально работают. И Google примерно в каждой версии апдейтит их, старается делать их лучше и лучше, но… Ну, и плюс, видимо, в реальных… Видимо, ему не очень понравилось то, что здесь было слишком много локаций. Может быть, это его смутило. Потому что обычно в реальных проектах такого кода не встречается. Ладно, давайте дальше. Если он все-таки прогрузится, я вам покажу, как это выглядит. Так. Вот это следующая штука. Если профайлер смотрит только конкретно на ваш процесс, на ваше приложение, то систрейс – это вещь глобальная, которая смотрит на все, что происходило в вашей системе целиком. Потому что, как я уже говорил, есть возможность подвесить полностью операционную систему, если ты с одного приложения возьмешь и загрузишь какой-нибудь важный системный сервис. Систрейс позволяет вам посмотреть на… У меня на самом деле была заготовлена демка даже для систрейса, но, видимо, мы уже просто не успеваем, придется на словах рассказывать. Посмотреть вам на то, как именно работали в том числе и системные сервисы. То есть, к примеру, у вас есть приложение, в котором очень много картинок, просто список с картинками. И вы вроде бы такие взяли и загружали эти картинки на фоновом потоке. У вас же была лекция, да, как списки делать? Вот, вам там говорили, да, грузим картинки в фоновом потоке, вот это вот все было. Вот. И бывает так, что вы, значит, все вроде правильно сделали, начинаете приложение скроллить, а у вас все равно все тормозит. При том, что… Ну, кажется, что… Почему? Проблема в том, что для того, чтобы картинку отрисовать, ее нужно сначала из оперативной памяти скопировать в память GPU. И если картинка очень большая, то… Ну, то есть, это занимает время непропорционально размеру картинки. И в итоге, даже если вы все сделали максимально асинхронно, вот просто сама команда draw занимает достаточно большое время. Андроид умный, он когда один раз эту картинку в GPU загрузит, после этого, до тех пор, пока ее из GPU памяти не вычислили, следующие вызовы draw уже будут быстрые. Но первый может быть очень длинным. И вот, чтобы понять, что проблема именно в этом, для этого вам поможет как раз SysTrace. Потому что вы можете прям увидеть, сколько занимал процесс копирования на GPU вот конкретной вашей картинки, как это все происходило на специальном рендер-трейде, как и ваш UI-трейд ждал, пока это все закончится, потому что он не может без этого начать отрисовывать следующий кадр, ну и так далее. Здесь даже можно посмотреть, чем были заняты конкретные ядра. То есть можно прям взять конкретное ядро и посмотреть, что вот в этот момент ядро занималось вот этим-то. Или там, допустим, увидеть, что вот у меня в данном случае был баг, потому что у меня слишком много потоков в приложении. Потоки начинают вытеснять друг друга в итоге, ну, с процесса, потому что потоков может быть гораздо больше, чем ядер. Потоки начинают вытеснять друг друга с ядер. И в итоге получается, что там, ну, UI-трейду просто не хватает времени на это все. Вот. То есть очень полезная тула. Более того, она умеет даже давать вам рекомендации. Вот, к примеру, вот эти вот зеленые кругляшки, они означают, что данный кадр отрисовался, как и положено, за время меньше, чем 16 миллисекунд. Если же кадр рисовался дольше, то систрей сможет подсказать, куда вам посмотреть, что оптимизировать. Также вон сверху тоже есть такие кружки с треугольничками с цветным знаком. Тоже разные подсказки, которые могут вам помочь оптимизировать, что приложение начнет тормозить. Вот. Очень полезная тула, но, видимо, я уже не успею рассказать и работать. Документация. Вот. АДБ. По-моему, это последний слайд. В двух словах. Эта штука позволяет вам не только эмулировать нажатие на экран, но и запускать различные сервисы, посылать в систему различные бродкасты, опрашивать систему о том, а какие же сервисы сейчас запущены. Кто сколько батарейки у тебя потреблял, какие есть… вплоть до того, что можно даже узнать, какая была частота кадров у твоего приложения и сколько времени там занимал рендеринг какого кадра на каком из этапов. То есть практически любую информацию о системе АДБ может вам предоставить. Кроме того, мое любимое – это ADB Shell. Когда ты пишешь эту команду, ты попадаешь в командную строку операционной системы и можешь уже внутри, как на обычной Windows-машинке, правда немного как бы урезанной, делать вообще, что хочешь. Более того, есть специальные наборы пакетов, когда ты можешь поставить себе на Android вообще весь свой environment Linux полноценный уже и вообще играться и делать все, что душе угодно. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...